всем привет это итоги программа чемпионате в котором возможно две самые интересные игры туры завершили со счетом 0-0 тимур гурская севастян церлецкий и александр дурский и сегодня нам помогать разбирать шестой тур rpl будет агент алексей саванов алексей добрый день дороги ну давайте по традиции посмотрим на результаты прошедших выходных было наверное не так много статусных афиш но тем не менее было интересно тимур тебя по традиции что делал больше слушаешь мне честно говоря не удивило расстроила вот эта подлость и коварство зенита ну просто подлая команда она какой-то как будто бы дала людям шанс надежду надежду спартак уже там спартак уже купил кубок этот этажерку под чемпионство краснодар думал первый раз за чемпионство побороться цска дальше они взяли просто взяли сначала отхлестали по щечкам спартак теперь они просто унизили урал и показали что но еще три туры они будут чемпионы уже этого года можно быть объявлять акса сомневался но сомневались болельщики других команд после первых трех матчей зенита что наконец-то зенит заболел до видишь какая подлость тем не менее зенит еще не на первом месяце алексей чуть-чуть осталось вас что-нибудь удивило в этом туре честно говоря то что зенит он по моему уже 14 или сколько-то игр урала не проигрывает поэтому то есть это как дежурная команда вот там в принципе удивилась что цска я думал что они с оренбургом как бы не ожидал что вообще то есть и оренбург в конце когда попал в перекладину здесь могли забрать дома три очка то как бы там вот он удивил тренер оренбурга посмотрим как дальше будет но директор академии то есть как не знаю это испанец директор академии директор академии аренбурга были гражды то есть дай бог чтобы пошло то есть как бы но так рубин динамо игра то есть принципе удивили два таких гола что их можно на лучшие голы там допустим сезона ставить то есть там первого круга на ару точно до Ну, падение Ростова тоже настораживает То есть команда как-то что-то и пропускает много То есть, ну, тут хоть один мяч, но все равно А так до этого там в двух играх 9 мячей получили Ну, вот мы, в принципе, все и разобрали Можно расходиться Да, давайте посмотрим наверх турнира таблицы еще раз То есть, Зенит, несмотря на все слова Тимура, еще не догнал Краснодар Который притормозил в последние пару недель Урал Несмотря на разгром, остался в тройке Локомотив героически попадает в топ-8 Ну, и внизу таблицы, в принципе, пока что особо ничего не меняется Но, как мы предполагаем, особо ничего не будет меняться То есть, те, кто сейчас внизу, они будут бороться за, соответственно, непопадание в стыке Ну, а перед тем, как мы будем обсуждать уже детально мяч шестого тура Я напомню, что по форму-коду БРО в закрепленном комментарии Вы можете получить 2000 фрибетов в фонбете Играйте и выигрывайте, но не увлекайтесь Ну, и давайте тогда переходить к центральному матчу Зенит-Урал, то есть он был центральным, исходя из места Урала В первую очередь, потому что Урал выдал лучший старт в истории Ну, и тут понятно, что вся статистика за Зенит Тут все однозначно и, в принципе, все было понятно уже на седьмой минуте Так, по большому счету Но все-таки есть тут несколько вещей, которые хочется обсудить Ну, в первую очередь, состав Зенита По-прежнему Семак играет в три центральных защитника Тебе это не нравится? Ну, да, мне это не нравится, но ты знаешь, когда у тебя в команде есть... То есть, смотри, потом мы перейдем к другой команде Которая вдруг решила сыграть в этом туре три центральных защитника Первый раз, по-моему, за последние много лет Ну, по крайней мере, я такого не помню Может быть, при старой ЖК было Здесь, когда у тебя есть в составе Клаудиньо и... То есть Бариос и Вендел Вообще тебе не важно, сколько у тебя центральных защитников Потому что те игроки, которые есть в центре поля Они абсолютно справятся со своей задачей То есть, для меня, как бы, ошибка Урала была то, что они решили с высоким прессингом накрывать такой Зенит То есть, это не тот Зенит, который был первые три тура Зенит с Венделлами, Зенит без Венделла Две разные команды И накрывать Зенит высоко, ну, это просто себя убить и все И это невозможно Венделла накрыть невозможно в чемпионате России, по крайней мере, как минимум Будет Зенит с Нересом? Я думаю, что... Я не знаю, или с Нересом, но я точно уверен, что к ним придет звезда Ну, это... Мы говорим все равно про атаку И, возможно, тогда как раз это будет изменение схемы Ну, да, может быть, тогда придется им в два играть центральных Времени мало же уже остается Ну, надо подождать, что 1 сентября закроется в Европе окно И тогда проще будет кого-то сюда, в Россию забрать Ну, или наоборот, Лех, потому что некоторые команды рассчитывают на бабки, например Понимаешь, они, может быть, кого-то успели бы купить за эти деньги Потому что там, как бы... Ну, у нас 14 закрывается Да, у нас 14, но вопрос другого Смотри, к примеру, там, Бенфика, к примеру, отдает Нереса Пускай за 40 миллионов, да? Но как Бенфика покупает, они могут два игрока по 20 купить А так они остаются и без... Ну, да, с деньгами, но они остаются без игрока Который там, ну... Я так понимаю, что... Ну, Димария пришел Ну, да, да, пришел Димария Ну, сколько Димарии лет Сколько он там сможет У них сейчас начнутся тоже два матча в неделю Ну, да Плюс еще сборная Ну, сборная, по-моему, кстати, нет Ну, ладно, это не так важно Ты сказал по поводу выхода из обороны И по поводу того, что там вендал Клаудинио Ну, в меньшей степени Бариус Хотя Бариус отлично ставит корпус И хотя бы на себя можно ходить Ну, да, да, его убирать Да, это все так Но важный момент, что Несмотря на травму Ираковича Его не было в заявке Он сидел вместе с Родригалом и позже В старт не попал Ринан И это, на самом деле, достаточно странно выглядит Потому что мы помним провальный матч Динамо Ну, да И после него он сразу не сел То есть он играл еще в следующем туре чемпионата Еще одну игру сыграл, да А потом он сел И, собственно, вот Объяснение Сергея Симака После матча То есть объяснение такое, что пока не выйдет Родригал, он не выйдет, да? Ну, так получается Ну, я думаю, он, может, психологически не хотел То есть, знаешь, бывает, что, допустим, не пошла игра, да, вот и взял в перерыве Вот, допустим, в этой игре взяли бы по Мазуна поменяли бы в перерыве То есть психологически какой-то ему дали, как бы, понятно, чтобы это Так и по Ринану, то есть Симак То есть, понятное дело, что он еще большой ребенок Но за ним уже по 40, по 50 лимонов за него хотят И у него данные, конечно, сумасшедшие Хотят, но готов ли дать кто-то на эти деньги? Я понимаю, ну, я не знаю Слушай, ну, мы с тобой в прошлый раз в студии Я не знаю, спросили или не спросили Но, например, такой клуб, как Атлетико Мадрид, интересовался возможностью покупки Ринана Это Марко Трабуки подтвердил, что Атлетико Мадрид следит за ним Такой клуб огромный, как Атлетико Мадрид Поэтому я думаю, что реально он и группа хорошая Такой огромный клуб, как Атлетико Мадрид следит за очень многими игроками Которые попадают в молодежную сборную, а тем более получают вызов в большую сборную Бразилии Ну да, согласен, согласен Но просто у него есть, конечно, набор качеств, которые делают его сильным защитником Просто пока почему-то или у него такое отношение Может, Лех, у него быть такое отношение, что он как будто бы играет несерьезно? Ну, понимаешь, он больше в атаку играет Сейчас виды Семак все эти недостатки знают Сейчас больше будут заставлять именно в отборе, прибавлять и прочее Ну, я думаю, привыкнут, потому что каждая команда по-разному делает Одни команды меняют каждый раз защитников Одна команда, я бы даже сказал одна команда И Динамо тоже самое Ну, все-таки там Мари Чаль, Бальбуэна, они все-таки сейчас стабилизировались Да, там Сазонов, потом бывает еще Вот там даже я смотрел интервью личик, и он говорит То есть я этот хуже сыграл, а следующий выходит центральный защитник Иногда это не совсем хорошо И вот здесь тоже как бы Ну, возможно, вот интересная теория по поводу как раз трех центральных защитников Потому что с Динамо еще начинали в четыре Во втором тайме пришли после выхода Фернандеса А в следующем матче уже, я уже запутался, по-моему, он был с факелом уже, правильно? Играли уже в три И, возможно, в этой связи там вот не понравился Это же там сказал первый раз, да, что Евсею, что нас боятся Ну, мы еще сегодня разберем эту великолепную пресс-конференцию, конечно, да Состав «Зенита» вроде бы обсудили, но еще Монтуана нету по сравнению с матчем с «Спартаком» Мы чисто пара форвардов еще Но тебе не показалось, Саня, что круговой немножко выпадает из такой игры «Зенита»? Ну, просто очень многое развивается через Дугласа Сантоса И, допустим, сегодня телеграм-канал РПЛ подсветил статистику Дугласа Сантоса с утра Сказав о том, что он разорвал свой фланг Но при этом мы все понимаем, что он играл центральным защитником Понятно, что он там высоко поднимался «Зенит» много времени проводил в позиционной атаке Но, тем не менее, все-таки он выходил центральным защитником Давайте посмотрим, во что играл «Урал» Потому что здесь тоже есть перемены по сравнению с тем, что было на предыдущих неделях Это касается роли Кулакова Мы обсуждали, что в прошлых матчах Даже когда они выходили с Бивеевым Кулаков играл полузащитника И в пятерку они садились очень редко Здесь это были полноценные пять защитников Ну и, собственно, вот подтверждение этому То есть Кулаков садился очень низко И, в принципе, Кулаков и Кики отвечали за Фернандеса и Кругового Которые, естественно, высоко поднимались Потому что «Зенит» много атаковал позиционно Вот ты сказал по поводу прессинга То есть тебе реально показалось, что Кенчаренко поставил высокий прессинг? Ну да, я видел много раз Как там в 60-ти метрах от ворот В 70-ти даже метрах от ворот Одним разворотом «Вендел» переворачивал атаку И четыре на четыре они бегут Одним надо бежать, чтобы ворота защищать А эти четверо бегут лицом к воротам Понятно было, что Ну понятно было уже после первых двух-трех атак Что «Зенит» очень легко справится с такой манерой игры «Урала» Ну потому что я говорил, что накрывать «Вендела» вот так Без подстраховки один в один Ну я не знаю, но в России никто не сможет Ну может быть там единица, если там вцепится кто-то Или ему там по ногам будет бить постоянно Может быть вот это как-то его остановит Потому что сейчас видно, что он получает удовольствие от футбола Как будто его там, да, он как будто кайфует Ну сейчас на легкость и приехал Там он покайфовал не от футбола Да, здесь от футбола кайфует Ну видно, что просто Ну он мастер что? Ну мастер, мастер Ну прям, да, он прям Ну вопрос с его отъездом закрыт? Этим ли это? Да, конечно, да Ну потому что в Бразилии давно закрыт трансферный окно в Европе У нас есть Саудовская Аравия Слушай, я думаю, он не поедет сейчас в данный момент То есть уехал в Малком Я думаю, что вот до зимы Я не думаю, что кто-то из Бразильцев уйдет То есть там они подчеркивают, что есть предложение Но сейчас у них пошла игра То есть они получают удовольствие То есть подтянулись Не, я думаю, что значит для них все-таки Вернемся к Севы на любимой теме Ты, наверное, не часто у нас смотришь Севы на любимой теме Это деньги, которые платит Зенит огромные своим иностранцам Я думаю, что вопрос улажен, Сев, потому что Я думаю, что... Ну что заплатили? Ну я думаю, заплатили какой-то бонус, чтобы этот год он отыграл Слушай, ну смотри, у них подгорали пирожки Ты же видел в начале? У них И мы видели, что поражение на домашнем стадионе Не вызвало большой радости у президента Очень неожиданно Неожиданно У хозяина клуба было настроение не очень Поэтому... У патрона Ладно, хорошо Это важно Хорошо, патрона Для меня патрон только это текила Поэтому, да, хорошо, для патрона Ну вот даже вот Ди Мария, да, вот есть То есть, есть разные футболисты То есть, предлагали бешеные деньги тоже в Саудской Аравии То есть, он говорит, я в Бенфике начинал Я тоже понимаю, что Клуб Диньо и Вендел такие Как Ди Мария Нет, а был же слух Нет, точно было Был же слух, что Зенит Я не знаю, насколько это правда Поэтому я говорю, что это слух Возможно, это на самом деле и не слух, а действительность Что предлагали, в том числе Альхиллялю Забрать вместе с Малкомом и Венделом Но вот эти вот трипы вызвали сомнения Там еще у всех клубов обоймы под легионерами Да, и у всех клубов Сейчас выяснилось, что у них тоже есть лимит под легионерами Да, то есть, возможно, даже, ну, говорят же о том, что Жоту Ну, который другой, который менее статусный, сольют с Али Тихада ради Салаха Да, но там про Жоту же другие гадости говорят Там другие, да, поэтому, да И другие гадости И другие гадости тоже Ну, да Ну, факт, что надо слить, а там уже предлог найдется Ну, да Да, в общем, давайте Кстати, сегодня какой-то мне скинули скрин с какой-то, ну, понятно, что я не умею читать Перевод какой-то там типа Аль Джазиры, что один из кандидатов точно убирает тренера вот этой команды в желтой форме с единичкой Это там, где Бензима, это Али Тихад, да? И один из... Ну, 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 легенда Тихада Да, да, его убирают сейчас Так, Черчесов? Один из трех кандидатов Станислав Саламович Это ты прям по-арабски, да? Ну, это мне прямо скинули скрин в переводе, что один из трех кандидатов Мне кажется, это он сам тебе скинул Ну, нет, нет Из этих слов ты понял только слово Черчесов, да? Длинная такая, длинная вязь была Я подумал, что похоже на Черчесов Не, ну, правда, а он один из трех кандидатов в Али Тихад Ну, ты веришь, что он уедет? Давай тогда следующий вопрос Уйди, я уверен, что он уйдет, как караван Возьмет верблюда и пойдет туда пешком, если ему предложат А как же мечта в России работать? Ну, мечта не должна так быстро сбываться Это у Захаряна мечта быстро сбывалась Мечта должна долго тебя сопровождать по жизни, а не в этом же году Следующий вопрос тогда с этим Подойдет ли бензима под стиль Станислав Саламович? Ну, не знаю, не знаю Ну, я думаю, им придется притираться Придется притираться Давай посмотрим, вернемся к Уралу И посмотрим на то, как они высоко пассинговали Собственно, ну, то, наверное, ты о чем говоришь Я не совсем согласен, что это там был какой-то систематический высокий прессинг Но мы увидели пять защитников Да, и Бивеев У него была, наверное, более широкая роль, чем у Итала У левого центрального Потому что он должен был уходить в глубину поля Собственно, выдвигаться из этой пятерки За Клаудинио или Венделом Который, соответственно, уходит Под прием мяча центральных защитников Вот одна из атак Зенита Это был еще прощательный ноль То есть это самый старт матча Тут слева Клаудинио И, ну, мы видим, что сейчас пока еще Линия не совсем разорвана Бивеевом Но дальше она будет разрываться Да, ну, вот, собственно, передача Алипа на Клаудинио И Бивеев уходит И дальше она будет вообще в середине поля Хотя соперники-то хорошие, знаешь И Спартак, и Урал такие Ну, в принципе, в принципе И меня удивляет, с какой уверенностью Алип играет То есть, значит, я это слышал от Андрея Сергеевича Когда-то Больше не от кого Да, ну да, хорошо Я слышал от него Добрые слова в адрес этого парня Что если ему там дать уверенность себе Дать поддержку И то у него есть качество Ну, может быть, у него нету там стабильной первой передачки, конечно И это правда Но он очень цепкий Он прям вцепляется как паук в своего там игрока Слушай, ну, давай будем честными Урал вообще ничего не сделал Ну, от этого Спартак, кстати Он понервничал Спартак сделал Он Соболева выключил Спартак сделал чуть больше, да Ну, когда Ну, то есть, мы это обсуждали неделю назад Я совершенно не понимаю Почему Соболев не уходил при фланговой игре к Караваеву А был либо у Ирака Ну, да, да, ну, может он Ну, да, это уже останется в истории Но к тому, что второй матч, в принципе Он как будто свое место Ну, как будто он понадежнее, чем Ринан пока выглядит Ну, это, с одной стороны, не сложно С другой стороны, опять же Мы вспоминаем матч Динамо Когда, собственно, была эта замена Да В перерыве Ринан Алип Да И Грулев победный гол забивал Исподали Исподали И все В тот же момент Что Вендал Свою позицию Разыгрывает по максимуму И он ведет Полностью эту игру Давайте посмотрим Ускорение На мой взгляд Которую По версии Ромы Там проблем не было Да Ну, в общем, да И как раз не хватило лишнего игрока Уралу, да В штрафной Ну, да Он был по кругу Ну, вот о чем я говорю Смотри Получается, смотри Четыре защитника стоят Которые полубоком И шесть игроков Зенита Врывают Шесть И трое Последнее, что возвращается Он уже может идти К центру поля Там, чтобы не бежать Там уже гол Потому что Выпустить вот так Шесть игроков Зенита Которые лицом стоят к воротам Ну, это Ну, я не знаю Ну, 90% Это вам бы лишь бы отбиться А нам гол посмотреть Ну, да А нам гол посмотреть Ну, хоть и красиво будет со стороны гол посмотреть Увидеть на поле Ну, из первого ряда-то Ну, да Дороже гораздо Бесплатно Я вот про это и говорю И второй гол, когда Кассиера забивал Там тоже куча зрителей было Там Там один бежал за автографом Давай посмотрим, что Да В общем После матча Я думаю, что те, кто подписан На телеграм-канал Зенита Но это, в принципе И перепостивалось активно Гончаренко сказал, что второй гол привез я У нас, собственно, есть эта цитата И он там уже вообще Подводя итогов всему матчу Сказал, что Помазун Ну, собственно, это третий гол Я Это второй гол Ибивеев Ну, это, в принципе, и первый гол Но четвертый это в чистом виде Потому что там был его обрез Это люди, которые совершили Результативные ошибки Давайте посмотрим, чем заключалась Результативная ошибка Виктора Гончаренко Ну, опять же, по его мнению Но, на самом деле, тут Я думаю, что бесспорно Такая очень комичная ситуация Не в каждом матче далеко Я думаю Я такого никогда еще не видел Урал зарабатывает аут Вот Кики ждет мяч И в этот момент Гончаренко Зовет Итала Левого центрального защитника Ну, там, видимо, дать Какую-то ему подсказку Дальше Кики получает мяч И Кики уже не может Физически видеть, что происходит За его спиной То есть, даже периферическим зрением Он не может видеть Что у него, по сути, игрок выпал Потому что тренер дает ему подсказку Ну, и дальше, конечно, Сесе Играет неудачно Барис Из-под его спины Подобедал Вылетает Подобедал аккуратненько И передача идет в зону Которая была освобождена Левым центральным защитником Потому что он говорил с тренером Ну, реально Очень редко такое бывает Это прям классный момент Классно, что это Гончаренко Смотри, если это был бы Абаскаль Он бы сказал, что судья сволочь Не заметил Не заметил Он не должен был начинать игру А соперники тоже Значит, могли бы джентльменство проявить Но хотя бы здесь Гончаренко сказал, что это мой косяк Кики сел бы на лавку Кики на месяц уже сел бы И Талаба сел И Кики не сел Но смешно было, как они хотели догнать кассира Знаешь, как будто они за автографом бежали То есть, понятно, что не хотели фалить Понятно, что он не хотел в него врезаться И он аккуратно его сопроводил Для того, чтобы он еще посадил на жопу помазуна И забил такой просто комический гол Вспоминаю ситуацию, когда Великолепный Наденов Проиграв 7-0 Ротару Сказал, что судья Шестой гол нам забили с ней игры Сломал всю игру Да, да Но мы такое слышали про него Неделю назад очень это много вспоминали Потому что на фоне желтой карточки Игнатова На 10-й минуте Ничего, я думаю, что на этой неделе Была не хуже пресс-конференция Которая тоже сломала Которая тоже сломала Которая тоже сломала всю игру Там пресс-конференция, в которой может быть что-то ломают А нам они делают верстку Ну, согласен Мы должны сказать спасибо Третий гол Зенита Давайте посмотрим, что сказал Иван Сергеев по нему Потому что это, мне кажется, феноменальное высказывание То есть, мы должны отмечать все Понятно, что игрок после матча Ну, все классно То есть, это говорит о том, что не надо спрашивать у футболистов после матча какие-то подробности Особенно, которая команда выиграла Сергеев говорит о том, что гол Клоудиньо родился благодаря прессингу Ну, давайте теперь посмотрим, это фантастический прессинг Но это, конечно, вот, особенно Сергеев То есть, вот, видно, что пара нападающих прессирует Видно, что Сергеев сильно прессирует в этой картинке, да? Он в центре поля находится сейчас Ну, рядом с центром поля И, конечно, ну, по Мазуну никто не мешал отдать передачу на Мишкича Мишкич мог дальше так говорить Отдать просто более качественную передачу на Сесе Просто пойти дальше Выбить на щити Ну, слушай, здесь все что угодно можно делать Это технический прак Просто, да И, конечно, тут Просто привоз какой дерзкий Дело ни в каком прессинге Зенита Ну, в целом, конечно, Урал играл плохо Но все голы И мы там не берем концовку матча, когда Зенит много создавал моментов И по Мазуну как раз таки уже подтащил В том числе, а для Кассиера Хитрика Но все голы забиты после грубейших ошибок Урала Алексей Николаевич, Зенит чемпион? Слушай, ну, мне кажется, Зенит может двумя составами за чемпионов побороться То есть, первое и второе место, да? Да, первое и второе, да То есть, пока вот они раскачивались То есть, сейчас, видно, вышли, грубо говоря, на пик формы Может быть, какие-то были где-то недооценка, где-то еще что-то Может, они по мышечной памяти помнят, что скоро Лига чемпионов? Ну, может быть И к Лиге чемпионов подходят? Существует мышечная память У них, я думаю Я думаю, в начале сезона немножко мешало Кто-то уезжает, кто-то не уезжает Приедут, не приедут Вот этот разброд какой-то Сейчас вроде устаканилось Уже сказали там Вы остаетесь Да, Бариус говорит Есть предложение с Англией, никуда не поеду Здесь сезон До зимы, по крайней мере, я не был Это не Бариус говорит, это говорит Иван Карпов Бариус такого не говорит Нет, Иван Карпов говорит о том, что Бариус как раз таки говорит Что меня обманули Ну, может, в личных разговорах они между собой это сообщили Не, ну, предложение-то было реально Слушай, предложение, может быть, и было Никто не спорит Но я говорю, что Я сильно сомневаюсь, что для Бариуса это очень круто уехать Мы же это говорили Да, и поэтому Слушай, ну я говорю, что Все можно, все можно думать Да, но мы видели, например, Норман Не хочет находиться здесь Стал человек, придумал что-то, уехал Есть там, допустим, этот Как его, Сань, скажи, ЦСКА, который сейчас Динамо перешел Караскаль Караскаль Видно было, что Караскаль не кайфует от работы с Федотовым И это видно было Он хочет остаться в Москве Да, но он хочет остаться в Москве Да, да, поэтому он ждал до последнего И чтобы остаться здесь Видно, что Бразилы Зенита сейчас Может быть, они были в каком-то дискомфорте Может быть, и какими-то предложениями соблазняли Но сейчас видно, что все устаканилось И они прям, ну, я не знаю По крайней мере, Вендел, Клаудиньо, Сантос И прикнувших к ним Бариус Ну, я не знаю Какие сомнения, что это лучшие футболисты России Ты как раз такими назвал Я думаю, как лакмусовая бумажка будет А и кассира вдруг Ни с того не всего шесть голов Следующая игра с ЦСКА как раз посмотрим Ну, мы просто говорили так же полтора недели назад Перед матчем со Спартаком Что это будет лакмусовая бумажка Да не будет никакой бумажки Зенит выйдет и снесет ЦСКА Никаких шансов у сегодняшнего ЦСКА нету с ЦСКА Я напоминаю, что Тимур говорил Что Зенит разнесет Динамо Я ему проговорю, чтобы мы хорошую нарезку сделали После следующего тур Ты думаешь, что ЦСКА удержит ЦСКА этот? Ну, Федотов всегда держит нормальный ЦСКА В марте какая игра была? В марте был уже ЦСКА А Суперкубок вспомни Ну, согласен, может быть он их завяжет, конечно Он просто, в отличие, например, от... Вот я тебе уверяю, что в отличие от Гончаренко Он не будет их ловить В 70 метрах от ворот не будет их ловить Он поставит эти редуты там В 40 метрах от ворот И, конечно, там Зениту будет посложнее Эти три ряда проходить обороны Хорошо, Матео Кассера Шесть голов, лучший бомбардит чемпионата И мой, Иван Сергеев, чуть-чуть приближается к вам уже, к Чалову Я-то на Ивана Сергеева, ребят, ставил себе, помните? Не к нам, как ко мне и себя А к нам, это ко мне и Олегу Яровинцеву А, да, вы Чалову Александр Соболев, который пока расстраивает Покора пока не забивает Как мы можем объяснить сверхрезультативность Кассера Особенно на фоне прошлого сезона? Ну, потому что они создают очень много моментов Посмотрите, в прошлом сезоне Ну, не знаю, бывает такое, Сань, бывает такое Ну, значит, может он нервничал, может быть Слушай, я вот, например, много мы на эту тему говорим Как бы, да, о якобы какой-то адаптации Я не понимаю, что за адаптация Для футболиста, там, стоимость Ну, которая стоит, там, серьезных денег Большого уровня Адаптация Должна проходить, конечно, гораздо И мы это видели, что Захаряна поставили там Через 3 или 4 дня Даже на 15 минут Уже в первом же матче Это не говорит о том, что у него нет адаптации? Нет, 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 это говорит о том, что Надо через игру заходить в адаптацию Ну, не знаю, может быть, слушай Может, он нашел с ними общий язык Может, он какой-то сбросил нервозность Что давление Может, может быть, еще Что уехала основная звезда, как бы, да На которой вся команда играла И как-то это распределяется Ну, потому что Сколько прошло? Там, 6 туров, 6 голов Ну, у нас, понятно, опять же Бывают разные ситуации Бывает, наоборот, Агаларов забил все, что можно А потом... Да, и все Выстрелил весь в игре Вот, вот это, мне кажется, ближе к правде То есть, что в прошлом году у него не залетало А сейчас летит Саня, у него... Смотри, он 2 гола Он в этом матче 2 гола исполнил Просто исполнил Сопротивление Да, но он посадил Ты видел, как он... Ну, любой бы российский игрок хотел бы сломать Послушай, будет матч Ахмад с Спартаком И этот, как его... Новый этот Бразил, Камила Ну, который чуть грудную клетку не сломал Селихова Или лицо хотел ему сломать Ну, пробейте в любую другую сторону И это был бы гол Он просто исполняет Кассиера Я просто вижу, что... Но, Камила не нападающий Да, да, да Не к тому, что он играет сейчас на легкость И Камила, кстати, не русский футболист, если что Ну, да Но не забывайте, что Кассиера, когда... Ты спутал с Камиловым С Камиловым, да Не забывайте, что Кассиера, когда матч был, кто 2-е или 3-е место займет в Сочи Он тогда Динамо 5-1, они в Москве обыграли, он 3 забил Да, он вообще второй бомбардир того сезона был И, в принципе, у него по всей карьере, на самом деле, вот так волнообразно Много забивал во втором Аяксе В Аяксе не закрепился В Португалии тоже вот так вот Был неплохой сезон перед Сочи В Белиненце Ну, и посмотрим, что будет сейчас Слушай, я не знаю, честно, кого купит «Зенит» Может быть, они кого-то подкупят до падения Хотя, сейчас в этом как будто бы нет необходимости В 6 матчах у них 2 нападающих забивают 9 голов Даже для статуса, нет, им нужен кто-то? Для статуса им нужен центр поля, наверное, скорее игрок Во фланг атаки А здесь, если 2 нападающих забили в 6 матчах 9 голов То можно так легко просчитать, что они больше 30 голов могут забить Вот это ты, конечно, счетовод Ну, могут? Теоретически могут? Ну, теоретически могут Я сразу вспомнил нынешнего главного тренера сборной Саудовской Аравии Который говорил о том, что Артем Дзюба и Александр Кокорин Должен забить, по-моему, 35 за сезон Они забили 5? Ну, нет, они забили... Ну, как они? Там Кокорин забивал в основном Дзюба забил, по-моему, только Вардеру в Лиге Европы И как раз в середине сезона уехал в Тулу в аренду Давайте закончим обсуждение этого матча Цитата Виктора Гончаренко Он пытался как можно быстрее закончить пресс-конференцию Ему это петербургские журналисты не давали сделать, задавали вопросы Ну, собственно, вот Виктор Михайлович вообще не был расстроен И говорил, наоборот, что мы извлечем уроки Ну, послушай, для него... Для него, смотри, для него Обыграть «Зенит» — это подвиг Сыграть ничью — это была бы фантастика В принципе, поражение было достаточно, ну, как бы прогнозируемо в этом матче Плюс запас очков у него хороший Запас очков у него хороший Поэтому сейчас ему там посыпать голову пеплом не нужно У них там сейчас Кубок России в эту неделю Там еще через три дня будет играть чемпионат Точно они извлекут уроки Состав, в принципе, состав У них играющий Вот этот подъехал, этот игрок у них в защиту Который, ну, которого он там подозвал что-то говорить Итала Да, у них с эсетом, ну, ничего все-таки Нет, ну, потихонечку возвращается травмированный Но меня что смущает, что если мы вспоминаем весну И тоже матч «Зенит» — «Урал» в Питере То это было тоже очень плохо со стороны «Урала» То есть у них вот Они почти на сыгры уже не выиграют По-моему дальше больше, если честно Там с 90-х годов Но, наверное, это не так важно применительно к сегодняшнему дню Но вот если брать вот просто «Урал» и «Гончаренко», как он играет против «Зенита» Вот эти два матча Слушай, давай Первый не беру, потому что «Гончаренко» тогда только пришел Это очень настораживает Нет, давайте сделаем А почему? Со «Спартаком» такого нет С «ССК» такого нет А «Зенита» прям была провала А подожди, вот я хочу тебя спросить Играл ли он по-другому То есть не по счету, а по схеме По-другому против «Спартака» или «ССК» Он играл тот же футбол Просто те команды низшего уровня Не могут так сильно воспользоваться Что значит тот же футбол То есть там даже если разбирать матчи со «Спартаком» Они играли на кубок У них были игры, когда они, допустим, выходили в ромбе В центре «Урал» Ну не знаю, может быть он решил не ломать схему под «Зенит» Знаешь, как играем, так играем В смысле стоп, наоборот Они играли 4-1-1 Егорычев под «Каштановым» или «Щетине» И, соответственно, Кулаков играл правым полузащитником Здесь Кулаков играл правым защитником Это не сильно там как-то глобально на что-то влияет Но это все равно влияет То есть они все равно подстраивались под «Зенит» Потому что, естественно, они знали Что «Зенит» будет играть три центральных с высокими флангами Ладно, давайте к «Уралу» вернемся через неделю «Зенит» с победой Да, «Зенит» с победой Ты уже даже можешь с победой в чемпионате Через три туры поздравлю «Зенит» с победой в чемпионате А сейчас типа не готов? Сейчас почти Но мне не надо подготовиться Мне надо одеться, соответственно Ну как «Зенит» поздравить? Шампанское, чтоб было Ну поздравить, поздравить Мне казалось, что мы просто уже поздравляли еще До начала «Зенита» Но мы пока не ошибались, да? С чемпионством «Зенита» Ну это сложно ошибиться Сложно ошибиться Рубин «Динамо» Алексей Николаевич, честно тебе скажу Заманил тебя в капкан Потому что у Севастьяна Николаевича Есть очень много вопросов у тебя по поводу «Динамо» И вопросы будут коварные тебе лететь сейчас с правой бровки С правой бровки, как на весе «Дасса» Смотри, больше чем Сама игра «Зенит» и «Динамо» Игра была безобразного качества Рубин «Динамо» Рубин «Динамо» Зенит «Динамо» был высочайшего качества Игра была очень низкого уровня Ужасная Голы, конечно, какие-то пришли Вообще непонятно откуда пришли Динамовские голы Сев, нас интересует вообще разе матч «Рубин-Динамо» или нас другой интересует? Нас интересует матч «Рубин-Динамо» буквально в двух аспектах И как раз здесь интересно поспрашивать про роль Тюкавина Вашего клиента То есть, на наш взгляд, я думаю, что мы в целом с этим сходимся И это показал и матч с ССК, определенные отрезки И матч с «Рубином» до удаления «Маричаля» Нынешний состав «Динамо» на этом отрезке эволюции Он абсолютно несостоятельен в позиционной атаке Согласен Во-первых, давай будем, если так вещи назвать Он сколько, 60 минут отыграл То есть, был один момент, когда была подача И голова чуть-чуть не забил, мог забить Так практически, то есть, хотелось бы, чтобы больше мячами снабжали Может быть, сейчас с приходом к «Раскале», допустим, «Чавеса» Что-то изменится Но, там, Макаров, он практически, то есть, Костин хлеб Это он игра в касание, прострелы и прочее То есть, «Динамо» как-то, даже как-то разговаривали И Костя говорит, что даже личико говорит, что не понимая Почему так мало передачи дают тебе в атаку То есть, как бы, поэтому, я думаю, тренер новый У личики большая проблема в чем? Что он играет великолепно вроде в атаку, как и в Оренбурге То есть, неплохо Но проблема в том, что они пропускают То есть, «Динамо» раньше, когда были Новиков, Никулин, Ехимович и другие центральные защитники, Штанюк То есть, «Динамо» практически не пропускало Ты вспомнил Демина Дзинского Это Дзинского, а сейчас ты сказал бы, что президент Куба, там был Феликс Дзинский Сазонов, то есть, они в каждой игре Но сколько они мячи уже пропустили «Динамо»? Ну, в целом же это проблема всей лиги Результативность резко возросла последние два года Да, но есть команды, которые, допустим, тот же «Зенит» столько же не пропускают Нет, ну «Зенит» Давай оставим «Зенит» за скобкой У нас будет сегодня одна команда, про защиту которой мы опять будем говорить в преддверии кубкового матча Как две недели назад Хвалите Ну, смотри, «Спартак» пропускает много Много, да «Динамо» пропускает много «Мало» пропускает почему-то Почему-то поменял сильную игру «Краснодар» «Лохомотив» немного пропускает «Лохомотив» Ничего не говорит о качестве их обороны Да, у них оборона-то еще по именам Тот же «Урал» до игры с «Зенитом» тоже мало пропускал Ну, тоже с «Балтикой», допустим, это матческое исключение Ну, нету достаточного количества передач с флангов, правильно? Да А взаимодействие Феди и Тюковина? Ну, пока я думаю, что Феди, наверное, к этой роли привыкает Такого нет, чтобы снабжали постоянно мячами и прочее То есть я… Во многих «Амадах» есть вот это «Десятка», которые более качественно играют Ну, ты имеешь в виду, что просто… Больше снабжали от мячами Побыстрее, побыстрее Ну, есть которые… Ну, просто мне кажется, что Тюковин открывается в зоны быстрее, чем туда может дойти мяч И пока туда доходит мяч, его там уже успевает накрывать Ну, это же проблема, значит, игры в это… Кому давать передачи эти? То есть просто Макаров, окей, там иногда он может отдавать, но он глобально не про это Да Смолов может, наверное, это делать, но пока не получается Скопинцев тоже больше на себя пересыгрывает Лаксайд – это не про это Ну, то есть даже если мы говорим, ну, про центр, да, то есть про проникающую передачу даже здесь не с флангов А просто когда Костя забегает за спину, кому давать передачи? А Фомин? Ну, тоже больше оборонительного плана То есть такие там, ну, в том сезоне больше даже было, а сейчас как-то Фомин не лучше сезон проводит Может, пока тоже форму не набрал Поэтому здесь проблема, что просто смотришь во многих командах, где постоянно нападающих мячами снабжают, а нападающий игрок зависимый, то есть как бы, поэтому… То есть у него хорошая КПД, реализация хорошая, но если у тебя за игру одна подача была головой, ну, да, не попал там, а больше-то… Ну, а потом, когда ударили Моричаля, то есть им поджатывали в первую очередь… Ну, да, ну, да, это лучше, чтобы оборонить И, опять же, там, окей, можно говорить, что Динамо провел характер и даже вышел вперед в меньшинстве, ну, блин, ну, залетели… Ну, это не вот, да, 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 ну, правда, сумасшедшие… Ну, особенно, естественно, у Дениса… Не, у Скупинцева просто… А у Скупинцева? А у Скупинцева? Не, у Скупинцева, ну, то, что он просто с ноги… Не, он оперативно левша с правой ноги попал… Да, он с правой ноги попал… В прошлом туре мы видели, как Макарович с правой ноги… И два раза между ног впрокинули… Ну, да… Первый мяч и второй, там, защитником у Рубина… Ну, как сказал Марцел после матча, что это тренируется… Ну, да, да… Макарова тренируется с Марио, с братом Марцела и с Роланом… Что так надо… А Марцелу меньше всего претензий, потому что он команду только взял, пойми правильно… Но дело, если бы он зимние сборы провел, а не два-три месяца, то есть как бы наиграли кучу там товарищеских игр… Оренбург же по-другому играл, то есть мы говорили о том, что они классно играют вот так, но это же была быстрая атака… А не позиционная атака… А Динамо… Ну, мне кажется, у Динамо вообще просто нет двух игроков для позиционной атаки… Ну, да, даже давай тогда смотреть этот сезон, то есть… Ну, я понимаю, что там есть и Шварц, есть и Каныч, но тот же Гладышев, тот же Горулев… То есть пока тоже не так много играют, им надо, может быть, чтобы раскачаться… То есть, ну, в атаке есть вопросы, то есть… А Караскаль может быть вот этим игроком, который будет снабжать Костю передачами? Я думаю, что, ну, не просто так, он был лучшим по обводкам, когда в сезоне… Да… То, что у них там не нашли общий язык с Федотом, но это их… Я за кухню не лезу… То есть, там… У каждого игрока, которая звезда, есть свои, там, характер, нет таких идеальных… Поэтому, дай бог, просто личико, он же… С этими слатиносами, с Верой, с Мальсеня… Ну, он же по-испански умеет говорить… Да, нашел язык общий, и, как бы, дай бог, чтобы здесь получилось… Так Караскаль интересный игрок, мне он очень нравился, не знаю… Мне кажется, это вообще неоспоримо… Ну, то есть… И тем более, в России уже было так более-менее адаптировано… Ну, а хорошо… Вот это вас не смешает? Вот эта история с подписанием Караскаля, это очень похоже на то, что год назад было с Норманом… Слушай, ну… Вот, честно, я ближе с тобой согласиться… С Норманом… Какая была ситуация? Я помню, его в свое время ЦСКА хотели брать, он хотел в Москве, там у него что-то сорвалось… Потом что-то где-то не получилось… Плюс какие-то свои моменты… Сюда он приехал, то Трама, то еще что-то… И мне кажется, он уже мыслями был куда-нибудь свалить отсюда… То есть, у него он уже… Тот Норман, который был в Ростове, который там приходили за него… Творил там, реально смотрелся… И потом он еще ниже, ниже как-то сдувался… С чем это связано? Ну, а к тому, что «Динамо» второй год подряд берет футболиста, который, по сути, не нужен клубу… Которому нужны игроки… Ростову наверняка нужен был Норман в праймовой форме… Но ЦСКА точно не нужен к Раскале, даже с учетом плохой скамейки… Ну, хорошо… А вам не кажется, что при приходе к Раскале кто-то из пары тюкавин-смолов должен сесть? Нет, я думаю, нет… А как они будут играть? Я думаю, что… Ну, по сути, это замена… Ну, по позиции, скажем так… Захаряна? Захаряна, да, то, что мы видели в начале сезона… Ну, конечно, по характеристикам это вообще два разных футболиста… Ну, да… И, честно говоря… Давайте просто… Давайте зону атаки скажите… Вот просто по именам скажи зону атаки «Динамо»… Федя, Костя… То есть Федя справа? Нет, Федя… Ну, так же, как сейчас… Нет, Караскаль правее… А Караскаль будет с краю? Ну, они же очень узко все равно уходят… Да-да-да, я понимаю, Сань… Ну, просто вот я… Возвращаясь к теме, что вот Захарян ушел… То есть практически многие мячи забивал Костя, когда именно передача Захаряна… То есть у них была… То есть как бы они и с детства вместе были… И связка… И жили вместе… И так… Ну, и дружили… Поэтому сейчас… То есть, что я не понял… Ты хочешь сказать, что Тюкавин уезжает в «Соседат» или что? Нет, я не говорю… Давай… Дай нам какую-то сенсацию… Тюкавин уезжает в «Соседат» или «Соседат»… Тюкавин играет в «Динамо»… Еще полтора года контракта первое… Второе… Когда бывают какие-то переговоры… Начинают говорить… Что вот… Я с… Многие такие моменты видел… Что вот игроку до 25 лет давать и лимит зарплаты… Игроку платят столько зарплаты… Насколько уважает клуб, допустим… Когда говорят, что там слишком молодой… Мы его убьем деньгами или еще что-то… Вот со «Спартаком» на кубок, если он выйдет… Это у него будет сотая игра в составе «Динамо»… Поэтому… Уже, да? Да… Поэтому им парню 21 год только… Поэтому… А у «Смолова» сколько игр за «Динамо»? 105 или 110, 108… Ну, почти столько же… Вот… Ну, проблема в чем еще… Понимаешь… То есть, вот сейчас журналисты… Все… Давайте сегодня завт подпишем… Но мы… Ничего не бегаем… То есть, идет такое давление именно со стороны… То есть, идет всякое… Нет… Попросили такие-то деньги… Можно сразу уточнить? То-то… Какие-то информации… Из клуба… Не от нас… Ты говорил про то, что контракт остался на 8 месяцев… И то, что пролонгация вообще не… Нет… Смотри, сейчас просто… Нет… Мы правильно понимаем… Я просто… Не от Алексея это знаю… Сейчас… Есть контракт на полгода… Сейчас у него контракт на 8 месяцев… Плюс год пролонгации… Но у парня контракта нету личного на это время… Понимаешь? Что значит? Ну, то есть, он может сказать, что я за этот плюс год хочу 2 миллиона евро зарплату… То есть, там не прописаны условия в пролонгации… Его… Его личных условий там нету… В пролонгации… В пролонгации… Вы подтверждаете? Нет… Там пролонгация есть увеличение на определенную сумму… Я говорю… Трансферные дела любят тишины… Но… Перестань это говорить вот эту фразу… Трансферные дела любят тишины… Сказал президент Торпедо… У которого вообще все происходит в тишине… Они даже если будут играть на кладбище… Даже не поймут, что там происходит футбол живой… Поэтому… Поэтому… На кладбище обычно… Очень шумно… Сумнее… Сумнее… Нет, смотри… Вообще, вот этот плюс один… Давно уже… Это оспариваемая история… Ну, теоретически… Я сейчас не говорю, чтобы ты испортил отношения… Не-не-не-не… У тебя там Кутицкий… Я понимаю, что тебе нельзя портить отношения с Динамо… И… Вообще, это другой вопрос… Вопрос в том, что сегодня… Если Динамо не пошевелится… Тюкавин летом имеет возможность уйти… Ну, определенные моменты есть… В следующем летом… Ну, вот Дмитрий Гаффин сегодня, как раз с утра, заявил о том, что Динамо не расстанется с Тюкавином… Как минимум в ближайшие два трансферных окна… То есть… Ну, зимой – это и в следующем летом… Нет, возможно… Как я понимаю… Возможно, и это окно имел… А-а-а… Ну, вот на вашем месте сидел Аршавин… Честно… Андрей Аршавин… И говорил про то, что Зениту прям… Ну, точнее, ему очень было бы интересно в Зенит забрать у Тюкавина… Они на вас уже выходили? Слушай… Ну, тут… Я думаю, что первая пятерка клубов-то, да, им интересуется… Нет… В первой пятерке клуба есть Крылья Советов… Навряд ли… Урал и Крылья Советов… Они точно… Они точно были интересовались Тюкавинами… Сами у них были на это деньги… Урал и Крылья Советов, я думаю, вычеркиваем из этого списка… Но… Но Зенит предметно выходил уже? Ну, Зенит… Как они… Они с клубом разговаривают… Вот СССР предметно выходил там… Этим лет… На Динамо там… Допустим… Зенит… Я не знаю… Как… Что… То есть, лично… Есть даже регламент… То есть, я за полгода до конца контракта могу какие-то переговоры вести… Как вы все представляете… То есть, наверное, между клубами… Мы же понимаем, как все происходит… Какие-то разговоры… Какие-то между клубами… Алексей Николаевич, скажи… Ну, вот в отличие от Захаряна, который там в 14 лет перешел… Да… Или там в 13 или в 14 лет в Динамо… Костя, по-моему… С 6 лет… С 6 лет Динамо… Плюс у него, по-моему, папа тоже, да, Динамовский? Ну, папа хоккей с мячом играл… Ну, не важно… Тоже в обществе Динамо, да? Ну, вот скажи… А для него более… Вот что было бы для него более… Допустим, перейти в Зенит или уехать в Европу? Ну, конечно, в Европу… Конечно, в Европу, да? Да… Ну, а было хоть одно реальное предложение… Слушай, ну… Не-не, клубы можешь не называть… Просто… Нет… Присылают постоянно… Там есть в трансмаркете… Присылают клубы там… И из Англии было… И эти… Я даже… Некоторые там… Есть… С Италии там моменты… В Италии сейчас до зимы… Там на уровне такой негласном… То есть они… Чтобы переходы тормозят на уровне правительства… Именно из России… Из России… Да… Ну, слушай, смотри… Переход Захаряна в Испанию… Ну, слава… Слава… …которая самая тяжелая… По отношению к России сегодня страна… В футбольной точке зрения… Они баски… Они как-то… Не-не, смотри… Там федерация футбола вообще рекомендовала клубам… Пока… Ну, это было… Давно… Ну, да… Это было неофициально… Это мы ставим только от Баринова и его агента… Да… Есть такой, допустим, Атлетик, да, Мадрии… Там эти миллиардеры хили… То есть им на это все пофигу… То есть если им игрок нужен… Они, допустим, возьмут… Поэтому… Здесь… Ну, в Италии тоже клубы все частные… Ну… Как… То, что любит как раз Сева… Чтобы были частные клубы… Которые не сильно ориентируются на мнение… Мне нужен игрок… Я его возьму… К тебе есть претензия… По какая… Ты нам тут рассказывал на прошлой неделе… Что даже если бы Захарян ушел со Седат через год… То… Вынуждены были бы испанцы… Заплатить 6 миллионов… Но с компенсацией… Ну… Откуда ты взял… Это… Это… Говорят, что это очень большая неправда… Нет, нет… Тут… Тимур прав… Потому что… Сколько за Тюкавина сейчас была бы компенсация… Вот смотри… Вот сейчас… Допустим, у Тюкавина заканчивается какой-то контракт… То есть… Если игроку нет 23 лет… То считается… Сколько… Весь совокупный доход… Совокупный доход… Умножается на коэффициент… По пятерке… Если он, допустим… Уходит из премьер-леги в премьер-легу… Там по-моему, на 3 умножается… Ну… Точно, как бы… Ну… Ну… Захарян… Допустим, заработал… Там 2 миллиона… Ну… Шесть… Но спортивный юрист… Смирнов… Да… Почитал… Сказ… Нет… Стоп… Спортивный юрист… Стоп… Подожди… Очень много обсуждает... Я хочу чтобы ответил… Или… Зайцев… Да, вот это их ответ, если они ответят, как-то посчитают нужным, вот их ответ, я извинюсь, приму, от Смирнова не очень хочу. Хорошо, официальное обращение, ну, это тем не менее, он привел доводы, и к этому тоже надо серьезно относиться. Сколько, что он сказал? Ну, он привел регламент УИФА и посчитал, что там не больше 500 и то, и то он... Что он смеется? Ну, это ерунда, ну, какие 500? Тогда официальное обращение... Смотри, я тебе так скажу, смотри, если уходит молодой мальчик, 18-летний, из школы, из школы, то за все годы школы платится 40 тысяч евро или 60 тысяч евро за каждый год, если он идет в топ-страну. 60 тысяч евро за каждый год обучения. А если он даже 5 лет учился, это уже 300 тысяч евро. Захарян был с 14 до 18 лет. Подожди, стоп, но он получал зарплату какую? Вот его зарплата будет умножаться на коэффициент. Тимур, помнишь, когда Карапузов хотел в Аленсию, у него контракта вообще не было, с автоматиком закончился? И то ему там насчитали 400 тысяч евро. Это мальчик, который вообще не равен. Ну, я говорю, там есть подсчеты, но я говорю, что если такой вопрос зашел, я специально обращусь к Прокопцу, попрошу Мишу, чтобы он конкретную историю рассказал про Захаряна, сколько была бы компенсация. И тогда через неделю мы уже подведем итог. Да, через неделю отвечу. Да, хорошо, отвечу компетентно. Тогда второй момент. Рашид Рахимов набрал 4 очка после того, как ты его отправил в отставку. Ну да. Ну, видишь, я его стимулировал. Неделю назад ты говорил, что ты просто опережаешь. Да, я говорил, что послушай, Рубина вылет. Ты что, не понимаешь, что с такой игрой они на вылет? С такой тройкой защиты они не удержатся, ну, то есть они точно в переигровке. Они будут в последних четырех командах. Дальше, я не знаю, там, ну, сейчас они игру Динамо вытащили на 96-й минуте. Но ты же согласен, что, как минимум, ничья, справедливый результат по такой игре, потому что Динамо ничего не показало. Да, согласен с тобой. Динамо ничего такого не... Ну и те же крылья, они там такой спорный пенальти, то есть тоже Рубин. Нет, нет, я не говорю, что Рубин хорошо играет. Я говорю про то, что по этой игре, ну, в целом, никакой, наверное, с обеих сторон Рубин не заслуживал поражения. Я вот исключительно про это. Ну, послушай, потому что Динамо играло безобразно, плюс еще удаление Мари Чаля. Я не знаю, почему Динамо играло так плохо, ну, просто очень плохо. Потому что Рубин играет низко, Динамо нужно много владеть мячом. Вот, они не умеют это делать. Им нужно время, скорее всего, и футболисты. И, честно, я не уверен, что... Караскаль. Караскаль именно в плане позиционной атаки добавит качество, даже несмотря на то, что он умеет обыгрывать один в один или даже двоих, обыгрывает практически в любой ситуации. Я не уверен. Надо все равно личке время дать, потому что... Да не, 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 мы как-то не про тренера. Я говорю, что нужно время и, скорее всего, игроки. Алексей Николаевич, почему не состоялся все-таки трансфер ЦСКА? Чукаеве, да? Слушай, ну, у тебя есть какая-то там вещь. Тебе кто-то говорит, мне нравится там вот эта кружка, я тебе заберу. А ты говоришь, мне она сама нравится, я ее не отдам. То есть, ну, у него 10 контрактов, шар на стороне, Динамо, как вот, почему? Ну, просто было вообще удивительно то, что ЦСКА вообще обратился по этому трансферу. Слушай, ну, это футбол, там, многие там, это, знаешь, интересоваться не значит, жениться там. Мог бы быть братский трансфер еще один. Да, еще один. Взамен братского кубка братский трансфер. Нет, так они трансфер Кроскаля подали, как братский трансфер. Ну, да, да. Это уже, мне кажется, перебор, надо отказываться, потому что реально... Он свел шарфез, знаешь? Возвращение. Это уже ужас. Был братский. Был братский трансфер, он. Не, не, его вчера презентовали. А, в Гуле. Давайте посмотрим на цитату Павла Пивоварова, одного из руководителей Динамо, по поводу трансферной кампании. Что, ну, в принципе, наверное, все завершено, но если кто-то уйдет, возможно, будут еще трансферы на вход. И, собственно, вместе с Кроскалем был презентован Чавес, опорник, мексиканец, который всем, наверное, запомнился по голу на Чемпионате мира в Катаре. Запомнился тем, что он полтора месяца летел в Москву. Ну, это он запомнился тебе, потому что ты... Да ты следил полтора месяца за ним. А я в завершении, я думаю, что мы про Динаму все? Нет, потому что это важный момент, потому что Александр Кутицкий, правильно, ваш клиент. Да. Он и так не особо играл в чемпионате на старте этого сезона. В опорной зоне на его позиции выходит номинальный левый защитник. Сейчас покупается еще один игрок в эту позицию. Ну, очевидно, старт-состав. Что делать Кутицкому, наверное, в ближайшие две недели до завершения трансферного окна? Два варианта. Или прибавлять больше, если там... Ну, в любом случае, надо с тренером разговаривать. Или смотреть какой-то вариант аренды. Сложно прибавлять, если они купили этого чайца. То есть, знаешь, одного тренера один нравится, другому другой. То есть, и такие были со звездами. Бывало, что многие, включая Ковани, в одной команде играют постоянно. Другой тренер на других делал ставку. То есть, звезды играли. Поэтому, что, надо работать. А тут надо, может быть, рассматривать варианты или аренды. Ну, прямо сейчас есть какой-то вариант аренды именно? Слушай, ну, у любого агента всегда какие-то 5-6 вариантов по любому игроку есть. Просто зачем сейчас? Я вообще сторонник того, что игрок должен сам, допустим, вот пока игрок не говорил, я хочу... Ну, да, это 100%. Главная задача агента не навредить. Это первое. Поэтому, когда там начинает давить то-то, то-то, вот, я думаю, на кости это сказывается, что вот ты сегодня уходишь, не уходишь, там, болельщиков он отравливает. Но у него полтора года контракта. Он играет, он что, ну, ноги убирает на поле где-то, не выкладывается. Поэтому, то есть, тут иногда, ну, просто уважать надо все стороны, то есть, надо, ну, я понимаю, но, там, понятно, когда молодой игрок скажет, сейчас в Динамо 2 будешь играть, его уже не отправишь там в Динамо 2. Кутицкий какого года? 2002-го. Они с Костей из одной команды. Ну, то есть, ну, время еще есть, но просто в прошлом сезоне все-таки он выходил, иногда даже там в центре обороны закрывал. Ну, он в прошлом сезоне сыграл по игровому времени больше, чем Костя. Да, да, да. Поэтому он Якановичу нравился, то есть, как бы... Я про это и говорю, то есть, а сейчас он не играет, и реально на его позицию ставят человека с другой позиции, еще покупают на эту позицию. Достаточно дорогого в этом стране покупают, да. Ну, мне кажется, что это должно как-то немножко, ну, не... Ну, я думаю, что, я думаю, знаешь, я думаю, если будет недовольство, оно до зимы где-то будет зреть. Да, если пока что... Ну, то есть, мы поняли, что пока что Кутицкий не высказывал намерения мотивации. Если выскажется, я думаю, что не будет больших проблем найти, то есть, как бы, нормального уровня игрок. То есть, как бы... Алексей Николаевич, последний вопрос по теме. После матча, по-моему, Зенит-Динамо высказался Гаффин, сказал то, что они направили новое предложение. Вы как на него смотрите? По отюковину, по продлению. Я, как бы, мы рассматриваем, ну, то есть, как бы, которое было предложение, то есть, какое-то оно там, как бы, не устроило. Ну, это нормальный диалог идет, то есть, как бы, то есть, я говорю, что, если предложение, которое устроит в все стороны, значит, тогда они объявят, что мы продлили. На данный момент такого предложения нет. Ну, смотри, ты сторонник такого, Лех, такой сторонник, такой, такой, если говорят, что Тюкавин один из лучших русских нападающих страны, то он должен получать зарплату, соответственно, там, лучшим русским нападающим страны. Согласен, да, игроку платят такую зарплату, насколько его клуб уважает. Это было, есть и будет в любой команде. Ну, хорошо. Ну, то есть, на данный момент такого предложения пока что нет. Ну, есть предложение, которое пока устроило, то есть, нет, поэтому, как бы, диалог есть, но когда будет конкретика, то есть, как бы, мы скажем, вот это все нас устраивает или еще что-то. А может, какой-то, ну, вообще у него мечта есть, как, и, то есть, я его понимаю, просто такая сейчас политическая ситуация, конечно, в Европу он хотел бы уехать. Ну, что значит, в Европу, он готов на Кипр поехать или что? Нет. А куда он хочет в Европу? Ну, в пятерку, там, это, Испания, там, Италия, Франция первая. А второе, то есть, чтобы не ехать, как у нас ездили, там, Гаврилов, кто в 34-33 года, и потом ждали, когда побегут, там, Блохин, во сколько он уехал в 32. Ну, это другое время было, слушай, и советские страны просто не выпускали, может, они тоже мечтали о Кипр. Сейчас тоже есть сложности уехать. Ну, есть сложности, есть, есть. Ладно, давайте завершать потихонечку «Динамо». Давайте завершим «Динамо» тем, что хочу, хочу лично поздравить Германа Ткаченко с блестящим трансфером. Кто знает, поймет, что Герман курировал трансфер Захаряна в Реал-Соседат. И был инициатором вообще рождения этого клуба, этой идеи, и он партнер Влада Лемича. Нет, нашей программы точно, да, да. Почему ты Нобеля не поздравляешь? Потому что Герман придумал вообще всю сделку, чтобы человек перешел в Соседат. Герман только придумал Захаряна. Что это хорошее, что это хорошее, что Герман придумал. Нет, ты сейчас два раза просто так оговорился. Нет, я к тому, что... Но, возможно, не оговорился. Возможно, не оговорился. Хорошо. Нет, я хочу завершить тему «Динамо». Вот, Сев, я хочу, чтобы ты запомнил фразу про то, что каждый клуб платит столько. Насколько уважает. То есть «Зенит» — это самый уважающий своих игроков клуб. Нет, там просто много уважаемых людей. Да. Почему? Это тоже правда. «Спартак Ахмат». Как раз-таки наша программа начиналась с реплики про то, что два матча со счетом 0-0, возможно, были самыми интересными. Давайте тогда переходить к ним. И первый «Спартак Ахмат». Спартак после матча с «Зенитом», когда был непонятный состав, не совсем понятные замены и очень странные высказывания об Аскале после матча. Все ожидали, что же будет на этой неделе. Он выставил 4-3-3, по которым «Спартак» начинал сезон. Возвращается в старт Селихов. Опять нету в старте Руслана Литвинова. Но остальное, наверное, плюс-минус ожидаемо. Понятно. И тут, в принципе, обсуждать нечего. Если мы говорим про Ахмат, то пока что Романченко не делает каких-то больших перестановок. Но, наверное, это было бы и достаточно странно. Потому что сезон идет, он только пришел. Да. И вот если мы посмотрим на состав Ахмата, наверное, нужно уже говорить и выделять их новое приобретение из Леона. Ну, правда, в Леоне он не играл. Камина в центре поля. Ну, и позиции Олейникова и Ильина. То есть, это, в принципе, тоже было при Ташуеве, когда Ильин уже отошел от позиции нападающего на позицию флангового полузащитника. Мы это видели, в принципе, и по его карьере раньше. Но это было в низших лигах. В основном там не в Урале, не в Ахмате и не в Краснодаре. Первый тайм. Ну, это какой-то ужас, мне кажется, от «Спартака». Вообще во всем. Слушай, ну, смотри. Мы уже какую неделю говорим, там, ну, третью, да, получается, неделю. То есть, три дня было, три первой недели был бешеный восторг, что «Спартак» борется за чемпионство. И как только туда придет один игрок, какой-нибудь там, который усилит команду, команда будет бороться за чемпионство. Как будто бы выпустили воздух из этой команды. Ты знаешь, я говорю, что очень важно для «Спартака», ну, за последнее время, это внутренний настрой команды, которая выходит на матчи. То есть, они какие-то вещи компенсируют сумасшедшей самоотдачей. У них вот это как будто пропало. Вот я даже не могу это объяснить, что кто-то как-то там недоигрывает, или там кто-то там не хочет победить. Да, этого, конечно, нету. Но у них как будто воздух выпустили. Они реально играют, ну, я не знаю, ну, плохо играют. Ну, плохо играют. Матч с «Ахматом», я не знаю, там, можно смотреть, если глазами смотреть на игру, но по мне это был бы счет 0-1 скорее. И даже не в этом ударе Камила, который Селихов отразил там в конце. Ильин. И Ильин. А именно по, как будто вот по ситуации, ближе был голу Ахмат, а не «Спартак». И Ахмат, я говорю, что, я не знаю, я не знаю, честно, что там Рабаченко делает в команде неделю, но то, что вот я увидел, очень высокий прессинг, и они, я не знаю, будет ли Ахмат играть так, там, в следующем туре, или там, через тур. Ту игру 4-0 выиграли, тоже по всем статьям я выиграл. Ну, там это, все-таки, уже разваливающийся. Оренбург такой, ну, который не разваливающийся, сейчас потихоньку собирающийся, да, в худшей форме Оренбург, да. То есть это была низкая точка на старте. Они как будто то, что хотели со «Спартаком» сделать, и я не понимаю, какая претензия была у Абаскаля. Они начали игру очень жестко. Давай посмотрим, у нас есть это. Да, да, что он хотел. По-моему, это абсолютно непоследовательно. Ну, да, что он хотел, чтобы им показали 4 желтые карточки, он хотел, чтобы им показали. Это такая команда, что это, она, постоянное давление. То есть, мне кажется, он немножко поплыл, потому что, ну, психологически, потому что то, там, на судью в той игре он там, что он там рано карточку показал, то еще что-то. Да, здесь он, пожалуй, вот здесь он попросил, почему не дали желтые карточки. То есть, я, честно говоря, не знаю первоисточника, но по Телеграму очень сильно расходилась информация, что это рекорд РПЛ, 23 фола и одна карточка за нарушение, он, собственно, еще шеллится за затяжку времени. Это неправда. Я специально проверял, даже там по последним 5-6 сезонам, были матчи, там, 23 фола, где-то даже чуть больше, насколько я помню, когда показывали на две карточки. И, в том числе, на самом деле, это один из матчей был у Спартака, там, против Тулы, там, в 19-м году. То есть, с одной стороны, неделю назад Абаскаль нам рассказывает о том, что дали желтую карточку. И сломали игру. Не за первый фол, но после предупреждения у Сноу. А за второй жестокий фол. И сломали игру, а тут карточки не показывались. Ну, там, честно, я не знаю, ну, как бы, не знаю, мне как бы обвиняют, что там, сейчас я, там, предвзято к Спартаку, но именно по матчу с Ахматом жестких фолов не было. Ну, то есть, жестоких, грубых. Нет, то есть, они жестко прессинговали, они не давали им спокойно принимать мяч, спокойно выходить за свою половину поля, но, а как? Ну, я бы даже не сказал, что это только в прессинге, то есть, там, допустим, Тодорович, у него, ну, достаточно много фолов уже скопилось, ну, к концу матча, там, по-моему, 5 штук. И, понятное дело, что, там, особенно, когда он оказывался один в один против Промеса, там, в первом тайме, в основном, это было, ну, конечно, он, если он не успевает, он пытается нарушить. Ну, да, там показательно был фол, там, несколько раз, когда Квинси принимал мяч в центре поля, и он тут же его сбивал. Ну, так это, ну, это нормально, ну, как по-другому Квинси остановить? Ему дать разбежаться и перед воротами его останавливать, или как, конечно? Посмотри, вот, если просто стоимость Спартака, всей команды, и стоимость Ахмата, что Ахмат может предпоставить? Постоянная борьба на каждом метре поля. Вот то, что, вот, как бы, Урал не сделал с Зенитом, вот Ахмат романчески им объяснил, тут недостаток где-то мастерства этого, они компенсировали полную самодачу. Опять же, опять же, был бы в Спартаке вместо Перейры и вместо Умярова стабильные игроки, которые выходят из-под прессинга? Очень много про это писали. Налетел бы Ахмат на те же 4-0, которые налетел Урал. Потому что, если ты секунду перевернешь игру и пройдешь вот эту первую линию обороны, а у тебя бегущий Бангонда и Промес по флангам, ну все, это уже будет у тебя опасно. Они просто не могли вот этот ряду первый пройти. Очень много про это писали, и Антон Михащенок, и Вадим Лукомский, которые в основном специализируются на европейском футболе, он написал, что Спартак, на его взгляд, это чуть ли не худшая команда, которая владеет мячом очень много, там больше 60%. И имеет таких вратарей, центральных защитников, которые не способны как раз сыграть в контроль. Но, где Пруцов, допустим? Куда пропал Пруцов? Не, ну смотри, вот как было, слушай, я не знаю, там, да, мы любим... То есть в играх, где тебе нужно надеть мячом, зачем тебе мать? Наша программа любит Рената Литвинову, возможно, и Ренату Литвинову любит, да. Руслана Литвинову, мы симпатизируем этому парню, но почему бы его в этом матче не поставить на его профильную позицию? Ну, поставьте его опорником. Ну, стоп, здесь хотя бы вышел Умяров, который теоретически, понятно, что вопрос формы, но он может расспасовывать. Но не так все равно, как Литвинов. Но зачем? Ну, Умяров, скорее, наверное, не продвинутую передачу все-таки, да? Ну, да, да, про среднюю. Про среднюю вбок. Здесь нужна была передача на 20-30, на 40 метров, на фланге стабильно, чтобы края-то хорошие. Они делали эти передачи, просто их делали Дуарты и Джики. Ну, так Дуарты и Джики это 60 метров, Сань. Ну, это уже 50-60, ты успеваешь накрывать такую передачу. И потом Ахмат-то все равно компактно очень играл. Перебрасывать центральный защитник, надо две линии перебрасывать. А здесь надо было, как с позиции опорника, она просто не умеет передачу давать. Просто не может передачу давать. В конце первого тайма вот это вот ваут, это было полисяки. Ну, это полисяки. Я не знаю, куда пропал Пруцов, я не понимаю, почему второй матч подряд сидит Литвинов. И то есть в таких матчах я хорошо отношусь к Зобнину, и мне кажется, что Зобнин как раз в прошлом году доказал, что он умеет играть в передачу. Хотя это было, наверное, не совсем свойственно по карьере. Но, опять же, там текущая форма. Ну, это очень странно, что вот все происходит вот именно так. И такой выбор игроков. Ну, уже получается не первый матч. Я думаю, тут немножко тренер поплыл, а эта команда чувствует. Лех, смотри, у них сейчас... Тут тасуют состав постоянно. У них сейчас две игры. У них сейчас на кубок с Динамо и чемпионате Краснодар на выезде. Вот они, допустим, проигрывают оба матча. Что делать руководству? Может задрожать кресло под Абаскалем? Или у него реально в него такая влюбленность, как в икону, что он топ-тренер? Что будут его эксперименты еще терпеть какое-то время? Я думаю, что у любого тренера чемодан собран всегда. Не уверен, что у этого тренера собран чемодан. Ну, видишь, такой... Спартак такая команда, то есть такой прессинг. То есть, наверное, больше всех болельщиков в России у Спартака. Я думаю, у Спартака болельщиков ровно столько, сколько у всех остальных вместе взятых. Ну, вот я поэтому говорю. Поэтому кто-то выдерживает этот пресс, кто-то не выдерживает. Уважаемые люди напряглись. И ты на меня посмотрел. Нет, в данном случае имеется в виду не я. Но, как мы знаем, что у тренера всегда чемоданы собраны. Но, как мы знаем, некоторые тренеры Спартака их оставляют в клубе. Да, в багаж свой оставляют. Ты как раз воспользовался. Новый тренер подбирает. Там одежда была маленького размера. Но у меня такое впечатление складывается, что, ну, я не знаю, просто по его пресс-конференцам, что он в очень тяжелом нервно-психологическом состоянии. Это видно же. И он провоцирует клуб для каких-то действий, чтобы хотя бы без денег не остаться. Прием Соболева в первом тайме, когда блестяще придет в мяч. То есть я понимаю, что вы его уволили, тогда он получит свой неустойчивый. Ну да. А как он без денег не уйдет? Вы не думаете, что это немножечко такая тоже натянутая история? То есть его психологическое состояние... Ну вот опять же, я говорю, прием Соболева в первом тайме, когда там дальше Абаскаль начинает кричать, махает руками, там что-то бросать. То есть это не обязательно говорит о том, что он хочет бабки и до свидания. Я поеду в Севилью или в Барселону. А это говорит просто о том, что он не знает тупо, что делать. И это его тоже бесит. Ну да, он просто не знает, как с одной стороны... Слушай, он видел... Так я не удивлюсь этими скачками. Там было и ТДСК, и другие. Там таких прыгунов-то было столько, что... Ну да, потому что, знаешь, он пытается... Ну смотри, у него не получается, допустим, тактически. Он пытается хотя бы эмоционально их завести. Но это ребята как никто чувствует. Потому что, ну, видно даже... Даже видно там несколько моментов, вот вчера, вот по вчерашнему матчу с Ахматом. Вот даже Джики, да, он тоже не уверен в себе. Потому что там было несколько моментов, когда Ильин приближается к штрафной. Прямо два или три таких момента. Давай посмотрим как раз на баун. И он на прямых ногах отходит назад. То есть он не кидается. То есть это к чему я говорю? Не потому что он там тактическую ошибку делает, а просто он не уверен в себе. Он просто не уверен в себе. Абаскаль, опять же, на пресс-конференции после матча, он сказал, что мы сделали шаг вперед, потому что мы не пропустили. Ну вот, честно говоря... Ну слабое утешение. Это из серии вот Локомотив, ну если мы не берем там игру Сочи, а вот из серии Локомотив там немного пропускает. Ну когда он немного пропускает. Это вообще не говорит о качестве их обороны. И есть там пара моментов, мы сделали, подобрали. Как Спартак обороняется, в первую очередь Спартак обороняется в опорной зоне. И дальше вот с выводом этих атак Ахмата на Беришу, потому что понятно, что в любом случае от него шла опасность. Да, возможно, он не так часто обыгрывал один в один Денисова, да. Я не понимаю, почему он в этот раз, почему он не шел на обыгрыш так часто. Но передачи хорошие были. Потому что он все время один в один оставался без подстраховки с Денисовым. Момент, это просто атака Ахмата, по-моему, она ни к чему не придет. То есть вот Ильин смещается в середину, за ним идет Рябчук. Вот эта ситуация, мне кажется, она говорит о полной невыстроенности в целом обороны Спартака. Не в том, что там центральные защитники плохие, даже если это правда. Там не в том, что кто-то плохой в фирме, а они не умеют системно обороняться. Вот в этой ситуации, вот сейчас Ильина даст передачу дальше на Камила в центр. Давайте посмотрим, что будет. Камила, Богосава слева подключается, Рябчук уходит садиться на свою позицию. Зачем он туда пошел? Ну то есть он выдвинулся со своей позиции за Ильиной и дальше. При том, что атака продолжается, он идет в оборону, а Ильин не идет туда. Может быть, надеюсь, что у него была такая установка, а не просто потому, что ему захотелось. Хорошо, посмотри, что будет дальше. Ну я этот момент, кстати, я этот момент именно хорошо помню. Два, ну просто гектар. Ну да. В опорной зоне, Богосава, Тимофеев и Ильин туда. Богосава создает передачу, Рябчук, понятно, в защите. И опять же, понятно, что сейчас Денисов тоже будет смещаться. И посмотри, вот как два центральных защитника по одному играют, да. То есть, грубо говоря, вообще, ну посмотри, у них между каждым игроком по 10 метров. Делай, что хочешь. Ну вот. Ну просто делай, что хочешь. И конец атаки. То есть, Тимофеев отдаст передачу на Бериша. Ну, естественно, Бериша там тоже будет получать один. И у него будет какое-то время для принятия решения, там, для убрать подправу, навесить, пройти там в лицевую, обыграть Денисова. Ну, это вот один из примеров. Ну и давайте посмотрим еще атаку, когда Ахмат в штангу попал. Слушай, мы редко говорим вообще в нашей программе про Ахматок, получается, только когда они там с большими командами играют. Но именно к этому матчу, ну, то есть, они максимально, ну, понятно, что счет, то есть, 0-0, там, ничья, все, понятно, по очку поделили. Но они максимально разобрали игру Спартака. Я думаю, что Романченко и ту, и вот эту. Максимально разобрали они игру Спартака. Да, ну, какие зоны открытые. Ну, да, да, просто они просто, то, что у них не хватило класса забить, а так они максимально много раз пользовались. Ну, вот, опять же, про системность обороны Спартака. Ну, казалось, вообще, ну, обычная ситуация, да, вот в данный момент атаки, ну, ничего не происходит, идет просто банальная передача поперек поля, даже чуть назад, опять же, на Камила, который мы выделяем. Ну, действительно, не очень хорошая игра. Ну, да, он делал все, он хорошо вел игру, да. И очень интересный трансфер от Ахмата, посмотрим, что будет дальше. И давайте посмотрим, что будет дальше, собственно, в процессе этой атаки. Опять Олейникова, смотри, какой он. Мартинс убегает, то есть, ну, он вообще не умеет держать зону, то есть, Мартинс, он постоянно бежит на мяч, это у него с любой позиции так происходит. Банальная игра на третьего, но действительно очень качественная. Смотри, Олейников как разворачивается лицом и все, все. Ну, и дальше, естественно, цепная реакция, то есть, Дуарти выдвигается со своей зоны на Олейникова, Денисов вынужден сужать, Бериша, один, абсолютно на левом фланге, и, собственно, дальше пойдет подача. И, опять же, то, что Ильин выигрывал Рябчука, даже при том, что Рябчук, ну, там, не Жорди Альбы, но Ильин, ну, вообще центр нападающий, центр нападающего в основном по карьере все-таки. И то, что он выиграет у него верховую борьбу, ну, это тоже абсолютно логично. Ну, вот так вот действовал Спартак в центре поля. Как после этого можно говорить о том, что мы сделали какой-то шаг вперед, возможно, это там самовнушение, либо это какой-то посыл команде, чтобы ребята не переживали. Ну, опять же, я уверен, что на разборах это все будет показано, и, ну, о каком шаге вперед здесь можно говорить? Да нет, просто отскочили они, конечно, отскочили. Ты много тренеров, наверное, которые говорят, я провалил игру? Гончаренко вот и сказал же, что я виноват в втором голе. Ну, разве ты? Ну, немного, Лех, согласен с тобой, что таких тренеров немного, которые признают... Тем более иностранец. Да, который там в открытую скажет, что они провалили игру. Но, с другой стороны, как бы такое странное после матча было заявление руководителя нового Спартака, который говорит, что... Малышева, которого там ему там Сергей Егоров задает прямой вопрос по поводу, что как вам по ситуации? Он говорит, я некомпетентен там, типа, отвечать на такие вопросы. То есть, кто в клубе сегодня компетентен признать правильное или неправильное развитие Спартака? Ну, кто? Эшвард молчит, он не выступает, он закрылся. Что значит закрылся? Ну, когда-то открывался, что ли? Да, всегда закрылся. А Малышев говорит, что я до такой степени футбол не понимаю, чтобы делать оценку. Оценку делает главный тренер. То есть, главный тренер, который покупает медину... Ну, это же нормально. Нет, нет, смотри, я сейчас... Это то, что генеральный директор говорит о том, что я не разбираюсь в футболе, это нормально. Кто разбирается в этой команде футболе? Генеральный директор, по идее, не отвечает за спортблог. Согласен, Саня, кто разбирается в это? Генеральный директор должен за это... Хорошо, вопрос у меня просто есть. Купили 7-миллионного медину. Человек сидит на лавке. Это когда-то реагирует? Нет, ну слушай, это он прошло... Ну как? Сколько? Он пропустил межсезонку, пришел, уже отыграл в старте, вышел на замену забегу. Хорошо, на какой позиции его верят? Это другой вопрос. Нет, я согласен, что... Я думаю, как раз у Спартака в этом плане, что у них перебор игроков. Из-за этого это психологическое, в плане, проблема. Тот же Литвинов не понимает, почему он не играет. Зиньковский. Милешин, там лучше там было по молодежи, вроде молодых подпускать надо, его вообще там, ну хотя бы тогда отдать и в аренду. Милешин, извините, 62-я минута, замена Соболева. Зиньковский, то есть тоже, и которые ребята... Выходит Игнатов. Игнатов? Как можно объяснить эту замену? В матче 0-0 выходит игрок, не атаки, не нападающий выходит. Я думаю, что мы все сходимся на том, что Соболев провел, ну не самый удачный свой матч, не очень удачный матч. У него видно, что он, ну вот слушай, по прошлому матчу еще когда... А куда Николсона, как его пропал, то есть тоже... Да, Николсон зачерпил в дом. Вальде. Вальде, ну опять же, изначально не центральный нападающий, но он может играть там. Это же, сколько их тренируется, интересно? Их тренер всех посадил же, правильно? Да, но смотри, мы в прошлом чемпионате по весне, и говорили много раз здесь, и мы с Сашей там сходились во мнении, что вся игра, весь хороший тайм, второй тайм Спартака, это то, что просто гигантское количество навесов, больше 20 за тайм, Выходит Шамарк Соболеву, выходит Мартинс, выходит Зиньковский под навес. Они просто четверо играет, четверо людей играют хорошо, но что-то там все равно залетит. Сейчас, вместо того, чтобы там как бы навал какой-то устроить, он всех мелких поставил впереди. Посмотри передачи Спартака в штрафную, тут у нас будет и точные, и не точные, при Соболеве и без Соболева, и ты там не увидишь большой разницы, если мы вспоминаем конец матча, то есть, ну давайте опять же... Давайте тоже будем честны, что старт второго тайма, в первую очередь, наверное, благодаря Бангонде... Потому что игроки, игровики вышли, которые больше мяч внизу держат. Бангонда очень неплохо провел старт второго тайма, что касается атаки, и конец матча все-таки, ну Спартак создавал определенное давление, и там в пару раз потащил Шиле, но это не было так, как в весеннем матче, когда Шиле принес школу Ахмаду. У них вышел Игнатов, Зиньковский, да, и Бангонда, да, вышел? Нет, Бангонда в старте. Ну, то есть, кто еще третий вышел у них? У них вышел еще кто-то третий. Игнатов, Зиньковский, ну то есть, они мяч положили на пол, то есть, на землю, стали играть больше на земле, поэтому не надо было вешать на Соболева. Медина. А, и Медина вышел, вот они стали сразу играть в футбол, положили мяч на пол, поэтому тяжелее стало Ахмаду сразу. Ну, чем отбиваться там от навесов, конечно, тяжелее, когда мяч там лежит на полу и идет игра на земле. Но они все равно это, сколько это времени продлевало? Минут 15 или 20 они там перехватил Спартак? Ну, я бы даже сказал, наверное, минут 10. Потом все равно все вернулось на круги, в итоге в конце чуть не вырвал победу Ахмад. Да, ну, и как раз когда вот они убегали в эту атаку, которая завершилась вот этим ударом, который мог вынести Селехову, Голову хотел он не снести. Все, да, то есть как бы как Ахмад бежал в эту атаку и как бежал в обороны Спартак, это вот что-то из классики Спартака про «помогите», когда пять человек бегут на одного, это, конечно, кошмар. Ладно, поздравляем Ахмад с ничьей, я думаю, что это для них неплохой результат. Ну, а что, у них две игры, четыре очки. Игра хорошая, да. Я думаю, что они восприняли иероматчика, дай бог ему удачи, потому что Хамад Минишу бьется, то есть равнодушных нет. Вот в этом матче именно вот этот парень впечатлил, который, этот, Камила, да, если он действительно так будет вести игру, ну, у них там есть игровики, у них Олеников, мне нравится, как играет, и сейчас, это Садулаев, я не знаю, просто, когда он там вернется. У него Христы были, это точно. Да, когда он вернется, ну, то есть у них как начнут травмированные возвращаться. Бериша там более-менее сейчас тоже. Ну, у тебя удивило то, что Ромашенко оставил Чурчесова? Очень удивило. О чем это говорит? Хочешь сам поработать? Слушай, я не знаю, о чем это говорит, наверное, он спал и видел поработать самостоятельностью, но какое я могу сделать заключение? Но Черчесову будет сложнее теперь. Ну, у Черчесова остался, если Черчесов примет команду в Россию, он без тренерского штаба. Ну, Сталучи. Сталучи не вернется в Россию. Ты только что говорил про Саудовскую Аравию. Я говорю, если вдруг Черчесов примет команду в Россию, он остался без тренерского штаба. Сталучи в Россию не приедет, он живет в Литве. Ромашенко, который 13 лет был правой рукой Черчесова, нету, я думаю, что... Тренер по физподготовке? А кто-то там еще, по-моему, да, ушел. Паников, насколько я помню. Ну, нет, куда-то кто-то еще ушел, по-моему, в Ахмад. Нет? С Ромашенко, нет. С Ромашенко, да? С Ромашенко, да? С Ромашенко, нет, там другие люди. Ну, короче, Стасу придется абсолютно тренерский штаб новый собирать. Это будет непросто. Я просто не знаю, есть ли у него сейчас желание работать или есть какие-то предложения. Но то, что он потерял там второго тренера, я не знаю, как это быстро возмещается. Не знаю, никогда с тренерами на эту тему не разговаривал. Как тяжело найти себе второго тренера. Я думаю, сейчас может рассказать про это интересно. Ну, наверное, вот Курбан Микевич, я могу сказать, что он... Потому что как раз его золотой состав, он... Все ушли, да, поэтому... Хорошо, тогда прогноз по Абаскалю. Смотри, я еще раз говорю, что уже даже какие-то возгласы из Монако, которые доносятся, говорят о том, что... Ты про слова Комоцы. Про слова Заремы. О том, что ему дали очень много полномочий, и у него нет начальников. И его это немножко свело с ума. И вот не знает, как этим... То есть он решает, кого покупать, даже по фамилиям, понимаешь, там как бы в нескольких трансферах, ну, как будто бы прослеживается его агентов след. Поэтому не знаю, я не знаю просто, что с ним происходит. Но я говорю, что вот сейчас игра с Динамо, игра с Краснодаром, но не знаю, если они там вот так же будут играть, даже вот эта полумертвая Динамо приговорит их, а в Краснодаре, я думаю, точно нету не будет. А у Черчесова нету штаба. Ну, найдет штаб. Плохо, когда не до Куплертона команды, допустим, и плохо, когда перебор игроков. То есть это тоже не панацея, поэтому, то есть тут надо... Это на самом деле вот матч ЦСКА-Спартак сейчас можно представлять как команду самую неукомплектованную, самую переукомплектованную. Мы сегодня про ЦСКА не будем, но сейчас три Бразила, если идти, приедут. Мы про ЦСКА будем. Одного Бразила я вообще хорошо смотрел. Да, да, хорошо. Ты Бразила всех хорошо смотрел, бразильянок еще тщательнее, конечно. Ты сказал про то, что Спартаку предстоит матч с Краснодаром. Это, я думаю, ну, безусловно, центральный матч следующего тура. Ну да, точно да. И давайте переходить к Краснодару, потому что это матч, который был не... Подарил нам большого количества моментов. В принципе, наверное, обсуждать... Сань, ну, ты же знаешь, ты же как буквоед и цифроед, ты же показываешь. Команды не наиграли на гол. Я про это и говорю. Но мне кажется, что здесь обсуждать просто много чего можно. Да, я как бы хочу немножко остановиться, просто что происходит с сегодняшним Краснодаром, который там реально деформируется под команду, заточенную под результат. Давай посмотрим на состав Краснодара как раз и начнем обсуждение, собственно, с этого. Да. Вот мы видим стартовый состав. И если вы внимательно смотрите за нашими слайдами, то вы видите, что когда мы предъявляем стартовый состав, когда мы его показываем, мы показываем схему. Здесь мы даже схему не показали именно в цифрами, потому что все было слишком сложно, и мы сейчас это будем обсуждать. Но вот ты увидел состав, где одновременно Кайо, Ратюнян и Алонсо. Что ты подумал? Слушай, ну смотри, я как бы вообще не представляю себе с тем набором игроков, которые сегодня есть у Краснодара, чтобы они играли в три центральных защитника. Я сейчас объясню почему. Ни один из этих трех центральных защитников, я не знаю, не могу сказать про Ратюняна, я мало его знаю, он пока что мало играет, но ни Кайо, ни Алонсо не обладает первой стабильной передачей. Черников тоже, то есть чтобы мяч доставлялся туда стабильными передачами, я не представляю просто, каким образом Краснодар хотел оказывать давление на команду, если Спиртиан находится, то есть главная ударная сила вообще разгона атак, это, конечно, Спиртиан, но для меня, для меня, как бы вот в этом составе игроков Краснодара. Что происходит у них? У них есть неплохой левый, правый защитник, неплохой, который много объема бегает, врывается в свободные зоны, Волков не нравится, развитие Волкова хорошее, и он как бы с опытом чуть-чуть там через годик, но у них нету, у них просел левый фланг, его вообще не существует, бедный Кривцов, который подвергся критике сейчас, он должен не просто страховать свою зону, а еще и страховать зону левого латераля, понимаешь, и на это сильно разменивается. Спиртиан просто остался без мяча, Кади, Кади, ну, то есть первое восхищение от его покупки прошло точно, то есть это игрок абсолютно не для чемпионата России, этот игрок может играть в пляжный футбол, на Кипре, в каких-нибудь средних командах Греции, скорее всего в Азербайджане, абсолютно не динамичный, скорости нету, объема нету, включается только, когда мяч появляется у него в ногах, поэтому, ну, я не знаю, просто Краснодар вообще не похож на себя там, то, что мы себе вообще нарисовали в своей фантазии, что они будут играть атакующий футбол. Тимур, я тебя не перебивал, я внимательно слушал твой спич, первый вопрос. Давай. У Алонса нету первой передачи? Нестабильно, Сань. Ты вот живешь в воспоминаниях его каких-то там матчей, последние два тура, он этим не пользуется. Что значит, что он этим? Он этим не пользуется. В этой игре вся позиционная атака, Краснодара, давайте посмотрим, как она развивалась. Ну, вот так она и развивалась, потому что она шла через него. Поэтому она так плохо и развивалась, поэтому она так плохо и развивалась, поэтому у них и не было столько позиционных атак после его передач. Значит, давай посмотрим. Ну, давай посмотрим. Старт типичной позиционной атаки, Бачи слева ширина, Алонс левый защитник, то есть, по сути, они перестраиваются на четверку. Ты поймал какой-то очень оригинальный кадр, где Спиртиан так низко. По факту этой игры Кривцов очень много раз был наоборот со Спиртианом. Нет, вообще нет. Вообще да. Вообще не согласен. Тут еще внимание обращает на себя Кадди, потому что, когда там справа играет даже там Бачи, либо другой, кто-то еще выходит, все-таки не так в середину смещается именно в глубокой позиции, то есть, в основном, это происходит на центре поля. Тут Кадди это делал плюс-минус постоянно. И давайте посмотрим еще один момент позиционной атаки. Опять же, мы видим, что Кадди очень глубокая позиция, потому что он лучше разыграет мяч, чем практически все фланговые нападающие Краснодара. И Алонса, давай посмотрим на Алонса. Я вообще не понимаю, за что ты его критикую. Я его не критикую, послушай, по мне он один из лучших центральных защитников у нас в России. Но как защитник он реально отличный. Во второй части прошлого сезона главным пасующим, предлагающим мяч центральных защитников, РПЛ, РПЛ, был Алонсо. Слушай, подожди, для меня Алонсо один из топовых центральных защитников. Но взвалить на него функцию именно игры Краснодара, который должен играть не в позиционную атаку, они играть должны. А во что они должны играть? Это как раз таки желание клуба. Да, они хотят играть позиционную атаку. Он не может вот так быть, вот не может так быть. У них вот эта опорная зона не доставляет столько мячей. Ну послушай, я не знаю, вот если есть у тебя это или нет, сколько касаний в этом матче было у Спиртиана. Сейчас мы к этому перейдем. Давай посмотрим сначала на Алонса. Давайте сравним карты передач Алонса в этом матче с тем, что было в первых пяти турах. Естественно, там очень большие отличия. Мы сейчас посмотрим. То есть это карта передач, из которых, карта зоны, из которых делались передачи. И мы видим, что с факелом очень много с фланга. И он еще гораздо выше поднимался, чем это обычно происходит. Но тут плюс-минус понятно. И это карта передач, в которой делались пасы Алонса. Понятно то, что тоже у него в принципе, ну не только на батче. И как раз мы сейчас к этому придем. В чем я здесь не вижу, то есть какой-то колоссальной разницы по сравнению с тем, как Краснодар атакует обычно. Потому что в прошлом матче с Локомотивом мы видели, что Аласа играл слева. Он не подключался в первом тайме. До этого мы видели в матче с Нижним Новгородом играл Петров. Он не подключался. Алонса здесь как раз подключался больше, поднимался выше. Мы же с тобой почему это решили? Потому что все время Волков уходит туда. И это гибридная схема у них. Так вот именно, их переход на трех центральных позиционные атаки. И получается, что у них разрыв по флангам получается. Баржа Бачи не играет как ватераль стабильно. А Волков, ну Волков более-менее справляется. И молодой, и Алонса должен эту работу все делать. Как бы и левого защитника страховать постоянно Бачи. Чтобы, ну с таким как Бачи. Не-не-не, стоп, стоп. Мы говорили с тобой весной. О том, что мы в шоке от того, что Бачи, Аласегун, Мозас садятся в пятом защитнике. Ну это началось. Рамирис уходит в центре. Тут просто это было то же самое. У нас есть... Ну два матча, это два матча так происходит. Это не... Какие два матча? Два матча происходит так. Это происходят пять защитников, они садились почти всю весну. Нет, послушай, нет, нет, подожди, стой. В эти вот, которые сыграло сейчас сколько? Шесть туров? Шесть туров. Они действительно, Аласегун и Бачи начали как люди, которые вроде бы какой-то обозначили, что они собираются защищаться. Но в последних двух турах они ломают эту схему. Они не всегда защищаются. И у них поэтому происходит такая ситуация. Бачи играют справа с Локомотивом, потому что, скорее всего, они подстраивались, потому что Пиняев не возвращается. Да, ну тут это названо позиционной обороны Краснодара. Конечно, это вряд ли можно назвать позиционной атакой факела. Но просто так как факел очень редко был в ней, вот в этой ситуации видно, как Краснодар подстраивался в защите. Тут вообще не вопрос про факел. То есть, если это не игра со Спартаком, с Зенитами, с ЦСКА, Краснодар не может подстраиваться под факел. Краснодар не должен, не может, не должен подстраиваться. А ты считаешь, Краснодар подстраивался под факел с точки зрения обороны? Нет, нет, нет. Три на три, то, что они зеркалили, конечно, нет. У них какой-то свой фланг. Зеркалили, потому что они играют в одного нападающего, и до выхода, как Шарова, они играли в одного нападающего. А факел всегда играет вот так вот. Понятно, что, опять же, так как они много времени в обороне проводят, понятно, что Моцпан чаще всего не десятка. А восьмерка. Да, да, садится тоже, и там Квиквискерри, скорее всего, чуть пониже располагается. Но, вот главное, что мне не понравилось в этой игре, в первом тайме Краснодар все равно давил. Помимо пенальти, ну, бесспорно, был момент Кривцова. Но давление было. Давление было. Сань, ну, подожди, смотри, ты вот сам сейчас говоришь. Был пенальти, который был, как завоеван? Вернулся игрок, который рукой, да, там маханул? Собственно, Моцпан. Ну, да. То есть, это не пенальти, которые там кого-то сбили, и которые там очевидны, да? То есть, это случайный пенальти, человек там рукой маханул. Абсолютно не из чего взявшийся пенальти. И один момент, вот ты и говоришь, что... А мы привыкли, что Краснодар 10 моментов делает, чтобы забить гол. Я не знаю, 8. Приявичи 10 моментов создается? Приявичи уже нет. То есть, они от тура к туру, то есть, с первого по шестой тур, они приходят как команда, которая хочет забить один гол и не пропустить. То есть, это вообще превращается в команду, которая... Ну, прагматичная, шутболка. Прагматичная. То есть, если бы забил пенальти Кордоба, то, наверное, может быть, я не знаю, закончился бы 1-1, или там факел бы в конце что-то там намутил бы, там опять бы они ушли бы защищать свой этот 0-1. И что бы случилось? Но эта команда не сносит соперника. Лех, ну скажи. Когда она сносила? При Старужуке, что ли, она сносила? Да нет, ну, когда она сносила? При Кончаленко она что? Подожди. Когда она сносила? Восьмилетней давности. Нет, в четырехлетней давности, во-первых. Даже при Мусаеве они играли по-другому. При Мусаеве у них были матчи, когда они сносили, я согласен. Но вот этот вот искрометный стиль, короткие передачи. А сейчас... Все погибло давно, давно умерло. Подожди, окей. Тогда для чего берутся такие игроки, как Батчи, Мозес и... Это как раз таки, так это под другую игру, правильно? Так они... Когда у тебя с фланга играл Мамайев, это же другая игра, чем когда у тебя Лосеву играли. Тогда они должны уходить глубоко назад, давать зазоры по 40 метров и бежать. Я не про это, я говорю про атаку. Про атаку? А эти игроки в позиционную атаку вообще не нужны? Я как раз про это говорю. А тогда они должны вообще по-другому стиль игры сменить. Они должны... Так они по-другому играют. Не играют. Это в твоих мечтах, Евгенича. Осталось... Ой, краснота. Нет, не в моих мечтах. Я хочу, что если на поле выходит Батчи, или выходит условно там Алис Игун, или Мозес, игроки, которые сейчас взялись, что тогда отходите все назад, дайте им зазор 30-40 метров бежать, и бросайте тогда 40 флангов, как было при ТДСКО. Тогда бросайте туда мяч, и пускай тогда они... Беги, Лола, беги тогда будет. И тогда такой футбол пускай превращаться. Но они все равно держат мяч. Они мышечно там держат мяч, раскатывают. Тогда ткани, чтобы передачу одна дал, надо проходить, чтобы две минуты прошло. Потому что он с этим мячом не расстается никогда. У них вообще тогда разрыв стиля получается. У них игроки по два разных стиля собраны. По-моему, вообще никто сейчас не говорит о том, что в Краснодаре собраны игроки под какой-то стиль. Просто брали те, кого могли. Ты говорил про Спиртиана, и вот это мне главное, что не понравилось в первом тайме, что Эдик очень сильно свалился на фланг. У нас... Ты говоришь, что Кривцов оказывался ниже него, да? Ну, несколько раз по матчу оказывался ниже. Я с этим... Ну, может быть, такое было, но это как-то ситуативно. Давайте посмотрим, как Спиртиан оказывался слишком прикован к флангу при позиционной атаке. Опять же, достаточно типичная. То есть тут мы видим тройку. Алонс не в совсем широкой позиции. Спиртиан, соответственно, закрывает фланг. Мяч он ищет. И сейчас мы увидим, что он его найдет. Но он его найдет и очень глубоко, и очень широко. И такого, прямо такого в предыдущих матчах не было. И, соответственно, из-за этого эффективность Спиртиана, его острота, она пропадает. Точно так же, когда, допустим, у Спартака промес очень широко получает мяч слева, но, естественно, он не может атаковать. Потому что ему для того, чтобы еще сместиться, ему еще нужно пробежать несколько метров. Давайте посмотрим на карту действия Спиртиана в этой игре и в пяти турах. Но тут все видно как раз, что он получает гораздо больше мячей слева, чем это было в предыдущих пяти матчах. Если мы смотрим вот эту зону перед штрафной, в этой зоне он вообще передачи не получает. Ну вот, ты представляешь, что на своей позиции, где он может пробить или что-то сделать, у него просто там ноль. Ноль. Если он сильно опускает вниз, соответственно, он теряет силу. То есть у него эта легкость пропадает. Это тоже надо учитывать. А так он правильно, как Тимур говорит, он мяч ищет. Если бы его больше снабжали бы мячами, ну да, потому что он будет этот игрок, который хорош на мяче. А кому разыгрывать там? Конечно, все должно на него... Ну, не все, но многое должно ложиться на него, на Алонса. А кто еще пасующий игрок в Краснодаре? Он пасующий игрок, он пасующий игрок. Но он принимает мяч не в удобной для себя зоне. Я как раз про это и говорю. Ну вот. А то он энергозатратный у него получается. В прошлом туре Эдик не забил пенальти. Это был его первый незабитый пенальти в возрослой команде Краснодара. 12 он забил. У нас тоже это все есть. Статистика, ну, мягко скажем, внушающая. Чтобы он пробил в этом матче опять пенальти. После матча Ивича спросили, почему бил Кордобу, он сказал, что это решение тренера. Возможно, он защищал Кордобу, который там решил что-то самостоятельное, но, возможно, это действительно так. Статистика Кордобы. Опять же, Ивич, ну, по большому счету, сгорел на пресс-конференции, когда его спросили. Его спросили, вот Кордоба не забивает четвертый пенальти в РПЛ, а Ивич начинает журналисту говорить, что ты плохо готов, потому что он забивал в Кубке России, в том числе в послематчевых сериях. Ну, это правда. Ну, послематчевая серия, это вообще другая история. А можно сказать, знаешь, что это другая история, это еще более высокий градус давления. Но, то есть, я могу понять Ивич, но мне кажется, что в данном случае вообще не важно, потому что в целом, ну, то есть, уже не так мало ударов, в целом Кордобу бьет очень плохо. И, конечно, что меня поражает больше всего в этом, даже не количество промахов, а не забитых пенальти, а в том, что здесь нет ни одного своего вратаря. Ну да, что он... Либо штанга, либо перекладина. Нет, вообще, смотри, ну, как бы мы относительно, допустим, других игроков говорим, что если Спиртиан признанный лидер команды, и он там штатный, допустим, до этого, и у него это первый промах, ну, как ему не вернуть возможность исправиться? Ну да, у нас же тот же Фомин, он сколько не забил, прежде чем он отказался, просто сам психологически. Хотя опять бил пенальти вот в том туре, по-моему, там. Да, у нас есть вообще статистика тех, кто не забил. Ну, подожди, вот я тебе прошу, чтобы ты посмотрел, был ли в последнее время у Краснодара такой низкий XG когда-нибудь? Ну, посмотрим. Я специально для себя подготовил. Красиво. Те, кто не забивали не менее четырех пенальти в РПЛ, и тут, конечно, ну, Шамиль Сельдаров тоже выделяется, ну, потому что он пробивал не так часто, да, и много не забил, ну, Кордоба, конечно, это ужас. Из пяти пенальти четыре чела не забил, и он в матче, где счет 0-0 дает ему бить пенальти. Первый раз в истории РПЛ человек не забил четыре пенальти подряд. Из пяти? Ну, я понимаю, но вообще четыре подряд, если говорить про РПЛ, это первый случай в истории линии. Я думаю, что Ивич так психовал только потому, что он понимал, что он ошибся. Ну, то есть, если это правда, что он сказал Кордобе бить пенальти, а не Идик ему сам отдал. Я думаю, что следующий он не будет бить. Ну, так. Но вопрос просто, кто будет бить? То есть, вернется ли доверие к Спиртсяну? Второй тайм был, ну, в духе Спартака, да, то есть, ужасающее восполнение Краснодара на протяжении большей части его. Ну, а какой второй тайм тебе в этом году? И факел, факел, ну, не-не-не, я понимаю, что ты хочешь сказать, что Краснодар в вторых таймах. Последние 15-20 минут. Но тут же было наоборот, когда Краснодар уже с начала второго тайма играл, ну, реально плохо и почти ничего не создавал. То есть, единственный удар был, по-моему, это удар Каде заблокированный. То есть, там вообще ничего не было. У факела не сказать, что было много моментов, но все-таки в одном там случае Матвей подтащил. И какой-то все-таки слом произошел, свойственно Краснодару. Была тройная замена, вышел Кокшаров и потом на 83-й минуте вышел Аласа и Краснодар просто перешел под навесы. Собственно, карта передач Краснодара в штрафную тоже очень характеризует то, как Краснодар атаковал во втором тайме. Как будто агония. Просто как будто агония началась у них. Потому что Краснодар вообще навесами... Да, ну, они могли забить два голоса этого. Ну, да, потому что, так же было в каком матче, по-моему, на кубок, да, со Спартаком тоже, когда они свалились на навал и чуть-чуть не сравнялись игру, по-моему, да, там в конце, там Кордова уже там чуть не затащил там третий гол. Поэтому такое уже было, но это какая-то странная вообще для них игра. Ну, вот, когда Каэдр получил травму, они остались все равно в тройке, Петров вышел на его позицию, потом просто, когда вышел Алас, Ахметов перешел на позицию Кривцова, то есть система в целом, она сохранялась по ходу всего матча. То есть это говорило, наверное, о том, что Ивич считал, что все ок. Ну да, что он все равно дойдет до гола. Давайте, ну вот, что я совсем не понял, это высказывание Ивича после матча по поводу результата, что мы можем быть удовлетворены нищей. После того, как вы проиграли два очка, ну, другого слова не подобрать, после того, как вы победу с локомотивом, после того, как вы не обыгрываете факел, говорить о том, что мы удовлетворены нищие, но... Ну, смотри, это как бы... Это что называется психология победителя. Это банальная защита тренеров своей команды, как бы, как будто он, ну, показать, что я доволен все равно даже этим. Но, понятно, мы-то понимаем, что с факелом Краснодара, если он за что-то хочет бороться, он не может очки терять. Ну, то есть, вот так, то есть, если, допустим, там какие-то там футбол там 2-0 вели, что-то стали защищаться, они просто там 0-0, Краснодар, который играет 0-0, ну, я не знаю, это достаточно, по мне кажется, редкое событие при всех тренерах вообще. Можно сказать, что мы сделали шаг вперед в Бароне. Ну, да, кроме того куска, когда был сторожок. Вадим Валентинович тоже выдал ярчайшую пресс-конференцию очередную, давайте посмотрим, что он сказал по поводу игры Краснодара в три центральных защитника. Собственно, вспомнил матч с «Зенитом», когда «Зенит» стартовал. Ну, да. Насколько все боятся факел? Физически. Ну, когда у тебя в команде есть тренер, тренер Евсеев и Квискири в составе, ну, то, что может быть драка, наверное, побаиваются все. И еще Апаев. Ну, так я думаю, что в рукопашную они бы, наверное... Апаев это все-таки борьба. Ну, или борьба. Но я думаю, что в рукопашную они в топ-3 были бы точно. Если Евсееву еще стул дать. Ну, да. Ну, правильно. А он-то поэтому со стулом выходит же, на всякий случай. Потому что это как оружие можно использовать. Уже не выходит. Уже выиграли, уже не выходит. Поэтому боятся физически, наверное, да. Тактически боятся краснофакел, ну, не знаю. Просто это не совсем правда, потому что даже вот мы и сейчас, и в предыдущих выпусках разбирали, что Краснодар уже очень часто перестраивается на тройку в обороне. А «Зенит», если мы вспоминаем матч с факелом, да, это был первый матч, когда они вышли в старте в три центральных, но перед этим был матч с «Динамо», когда они перешли на тройку центральных во втором тайме. То есть это просто тупо не совсем правда. Матч «Сочи-Локомотив». Футбола, к сожалению, там практически не было. Ну да, но к сожалению. Хотя «Локомотив», ну, честно, «Локомотив» прям неожиданно приспособился к тому, что мы видели. Это феноминальная статистика. 10 ударов, 9 створ. Я такого давно не видел, чтобы такая была плотность. Я там не понимаю, что там, по-моему, два сейва было сумасшедших у Заболотного. там два. Один раз удар головой от Зюбы, когда он там отскок потащил. По-моему, еще один такой. Ну, такой все остальное долетало, но вроде бы как бы у «Сочи-Локомотива» просто было семь ударов, ноль створ. Ну, слушай, вот мы говорили про Пеняева, Пеняев остался в запасе. Ну, я думаю, что для этого... Слева вышел Антон. Антон вышел. Я не понимаю, когда Антон выходит на краю, потому что он не умеет обороняться. И, собственно, в первом тайме вся страта Сочи она шла через забросы на Маргасова. И он в один... То есть там Тикнизян, там Миранчук. И как можно оставлять такой фланг под команду, которая играет в пятерку, я не очень понимаю. Но это, на самом деле, такая мелкая тема. «Локомотив» упростил игру. Дзюба, на самом деле, был очень эффективен в штрафной. И в первом тайме создавал моменты и отдал Голеву на Глушенкова. Но поле. Вот я в первую очередь... Начинаю переживать, конечно, за спор с Шалимовым. Потихонечку. Почему? Потому что Дзюба опять не забил. Да. То есть два гола... Уже сколько? Послушай, ну проиграть Шалимову это круто. Это приятно. Ты потом сможешь в подкасте когда-нибудь об этом разговаривать. Проиграть Шалимову это круто. Так говорили соперники Краснодара, Ахмата. Более этот спор спровоцировал. Ну да, у тебя столько контента на счет этот спор. Слушай, ну по поводу... Эта история продолжается. Но по поводу поля... Что делать? Слушай, ну смотри, была одна история, когда там один очень такой деятель футбольный сказал, что там на базе хорошая трава, а на поле плохая. Это тоже не совсем правда. При Федотове были иногда проблемы и на фиште, и на базе. И они тренировались в Сочи. Там чисто по природе, по природным вообще условиям, там, конечно, в такую жару поле будет выгорать. Там же вообще говорят про какой-то дикий слух еще вот тех времен, что... Что саранча, да? Ветер там открылся. Что когда в Сочи привозили вот эти пальмы к Олимпиаде... Не вопрос о саранчи. Слушай, смотри, я вчера специально позвонил, ну как бы вот этот вопрос задался там. Мне объяснили, смотри, я вам объясню, как мне объяснили, что трава после 24 градусов тепла не растет вообще. Не растет трава после 24 градусов. Там 40, там 38-40 градусов. Поливать это поле тоже нельзя, потому что оно сгниет сразу. Там надо его аккуратно охлаждать. Вот эту систему охлаждения, систему накрытия полей, как происходит в жарких регионах, например, на поле Севилии, когда там какие-то такие, ну как... как палатки ставят, чтобы поле от прямых лучших... Ничего другого здесь не поможет. Пока жара не спадет, поле будет в таком состоянии. И оно настолько высыхает, что любой удар, оно вылетает. Вот эти корни, они не растут, они мертвые уже. И они потом вылетают. Это поле надо будет подсаживать. Но другой вопрос... Надо вообще... Они сейчас новые методики, опять новый рулон... Да, потому что надо его охлаждать тогда. Там надо составить систему охлаждения, потому что мы понимаем, что юль и август, в Сочи жуткая погода. Там, говорят, месяц природный дождь уже не идет в Сочи, у которого достаточно, чтобы полить поле. Вопрос другой. Все классно. Значит, вопрос другой. Я вопрос... Приезжает комиссия, РПЛ выпускает это заявление. Мы не знаем, какое решение вынесла комиссия. Ну, то есть, что она вообще проверяла? Потому что РПЛ, она сама не выдала вердикт, то есть, ни на сайте, ни в телеграм-канале ничего нет. А есть только инсайт от Матч ТВ, что, с цитатой, комиссия РПЛ не выявила каких-либо серьезных нарушений качества поля на стадионе Фиш. То есть, это сообщил источник Матч ТВ. Что это за источник, мы не знаем. Да, вот это вопрос комиссии. Как комиссия это поле могла принять? Вопрос сначала к Сочи. То есть, эта же проблема, она тянется очень долго. И будет тянуться. Да, то есть, что они делают для того, чтобы эта проблема, ну, может быть, не то, что решилась, возможно, она нерешаема глобально, но хотя бы она как-то снивелировалась. И дальше вопрос, как это поле можно принять. В Кубке России сейчас будет матч Сочи-ЦСКА на этом же газоне. Что там будет, я вообще не представляю. И вот ты привел пример в Испании с 2018 года есть менеджер лиги по качеству полей. Вот он. И вот его цитата, которая, мне кажется, это цитата из абсолютно разумного мира. То есть, обычный зритель, который вчера включил матч ТВ и увидел, возможно, он там не сильно любит российский футбол, но вот посмотрев вот это, у него не будет вообще никакой мотивации смотреть дальше. Поэтому, естественно, это удар по имиджу лиги. Сто процентов. И этот парень правильно объясняет, что, во-первых, у тебя могут быть травмы, которые гораздо дороже, чем сделать систему охлаждения или следить за полем. У тебя зрелищность падает, но в Сочи, честно говоря, и так зрителей там маловато. Конечно, конечно. И дофа найди. Это все так. Ну, то есть, потому что, смотри, вчера, как бы, ну, самое простое, что я мог сделать, чтобы выяснить? Позвонить в такие же жаркие регионы. Это Ростов и Краснодар. Ну, там, вот в Ростове, например, в Краснодаре, например, реально стоит на поле система охлаждения. И система там накрытия поля, чтобы прямые лучи солнца не выжигали траву. Ничего другого в жарких регионах не придумано. И это, наверное, можно какую-то сделать систему, но мы еще знаем, что Фиш стоит же на болоте. Понимаешь, это же вся заболоченная местность бывшая. И там есть ограничения, там есть трудности какие-то. Потому что, вот, в телевизионном контракте Ла Лиги есть положение, собственно, о поле, то, что все должно быть в едином визуальном стиле. То есть, камера, графика и состояние травы. То есть, значит, клубы, все клубы должны гарантировать, что мяч катится идеально. Ну, и, соответственно, Лига. То есть, потому что это заболочение на болоте. Там даже прописано, что высота скошенной травы должна составлять от 20-30 миллиметров. И понятно, что для нас Испания супер жаркая страна, поэтому мы там думаем, что там один климат, но там разный климат. еще, например, для Севиль, где в августе там 50. Просто 50. Допустим, в Вильяреале, там вот их директор по инфраструктуре и техническому обслуживанию, он говорил, что у нас очень жаркое летнее солнце в Вильяреале. Город, по сути, между Валенсией и Барселоной. И в нашем случае нам нужно защищать поле от этих лучей. Это еще разная история. В Сочи такая же история. Но, то есть, вопрос, конечно, к Сочи, что они делают. Вопрос комиссии, что они там вообще искали, Сейчас придет сентябрь месяц, температура воздуха упадет в Сочи до 20 градусов, плюс-минус, и у них будет идеальное поле. И все. И они опять, то есть, грубо говоря, надо как-то переносить матчи с августа или накрывать поле. Самые теплые месяцы в Испании даже 15-20 миллиметров. Наоборот, надо как раз матчи, которые там в ноябре, играть в Сочи, а не переносить в холодные регионы. Этот матч, кстати, нельзя было поменяться кругами, потому что Локомотив в Сочи будет матч в 20-м туре, это второй тур после возобновления. И в Сочи нельзя играть два тура по государственным мероприятиям. Ну, а так, мы поздравляем Локомотив с победой, наконец-то сыграли на ноль, и у нас осталось еще несколько матчей, о которых мы не поговорили, давайте чуть-чуть их затронем. Ну, прямо в минутку давайте поздравим Самару. В минутку поздравим Самару. И дальше будем 15 минут обсуждать прессинг Балтики. Поздравим Самару с победой при ужасной игре. Да. Второй тур подряд второй тур подряд расходят с соперником Балтики. Да, к сожалению, Балтика, но мы говорили это в первом туре, к сожалению, вынуждены повторить это в шестом туре, что команда тренерская, хорошая, они неплохо играют, хорошо двигаются, но у них качество игроков не позволяет им воспользоваться вот этим своим какими-то наработками своими. Поэтому у них это будет сказываться, к сожалению. Но качество состава и у Крылев в этом матче вызывало вопросы от стата Игоря Витальевича Осенькина, что просто атаки больше нет, то есть они переходят на схему с тремя центральными и одним из сайдов у них выходит Костанца, который в шерифе играл флангового защитника, здесь он играет опорника и понятное дело, что при всем, при том, что он классно подключается вторым темпом, хорошо играет вверху, может помочь на стандартах, понятно, что никакой остроты от него не может исходить. Здесь очевидно, мы говорили это много раз, но хотите еще раз повторим, команда в атаке очень сильно зависима от Горы, то есть если Горы не будет, председать игру Самары будет невозможно. Потому что мне кажется, что Салтыков прям резко-резко набирает и даже в первом тайме он выглядел гораздо лучше, чем все с точки зрения атаки и конечно гол, Бабкин красавчик добежал, замкнул, но гол сделал целиком Салтыков, потому что он пробежал по сути пол поля. Согласен, Сань, но это все равно не будет стабильной атаки. Без Горы. Нет, конечно, это один игру. Поэтому сейчас пошли разговоры, что они покупают еще одного аргентинца в атаку, да? Да, уже практически это объявлено. Или практически купили. Поэтому, ну, соответственно, ну, как бы, видно, что это хорошие ребята, и Бабкин, и Салтыков там, но стабильности не будет. То есть это получится или не получится. А, к сожалению, эта команда, как бы, сейчас зависима от Горы. Ну, характер, характер проявили. Ну, характер проявили. Когда ты забиваешь гол в добавленное время, ну, там просто чудовищная ошибка центральная... Ну, кто, я не знаю. Да, многих. И Пуцкова, и Дудиева. Ну, которых голову убрал, кто Дудиев, да? Ну, конечно, самое забавное, что у Зотова заявили прямо накануне этого матча. Осенькин сказал, что были какие-то технические сложности, честно говоря, не знаю подробности, но вот... Ну, Долголевую, да. Зотов... Нет, Зотов забил. Зотов забил. А, забил, да, да. Андрей Панков сказал, что ЦСКА заинтересован Салтыкови и ведет переговоры, чтобы найти пути заключения сделки. Ну, возможно. Слушай, Салтыков... Хорошо выглядит, то что? Салтыков, ну... Ну, ты как считаешь, он останется? Слушай, ну, я думаю, что Самара сейчас до зимы не будет никого. Ну, ты говорил вот эту свою теорию про... Да. Ну, я остаюсь как бы ей приветствовать, что до зимы Самара-Ярмарка, и там у всех есть ценник. Поэтому не исключено, что и на Салтыкова есть ценник, а? Но не сейчас. Но не сейчас. Насколько я понимаю, еще один московский клуб заинтересован. Салтыков и Локомотив? Нет. Локомотив, да, но, значит, получается, три. Как раз, раз ЦСКА Сева озвучил, Оренбург, ЦСКА, мы чуть-чуть уже затронули эту игру в самом начале, но тут, наверное, нужно проговорить, насколько плох был ЦСКА. Опять же, если мы сейчас посмотрим на состав, то, опять же, мы увидим еще большую катастрофу, наверное, чем обычно. Баха заинудинов официально, да, в Бешикташе. Уже даже забивает. Да, уже даже забил. Гаич восстанавливается, приходит в себя, пока что остался в запасе. Мендес, ну, видимо, тоже из-за состояния, не попал в старт и вышел только на замену в самом конце матча, видимо, чтобы мяч поддержать, потому что это нужно было делать. Ну, Экинфев очередной матч пропускал, но, видимо, с Зиньезинитом, Абляков в обороне играл очень плохо. Да, ну, или Оренбург начал выздоравливать потихоньку с возвращением Веры. Вера же, да, по-моему, Вера, ну, Вера и в прошлом туре был уже. Ну, да, но... Состав Оренбурга давайте посмотрим, потому что чуть-чуть мы стали реже говорить об этой команде, ну, в связи с отсутствием яркости и в связи с результатами, плюс афиши были, они самые топовые у них в последнем матче, но тут нападающего, да, Воробьев травмирован, новый... Ну, Мансили вернулся. Да, Мансили вернулся, отдал Голеву и, в принципе, смотрелся достаточно плохо. Хорошо смотрелся, да. И, конечно, вот через этот фланг Глебова очень много шло у Оренбурга и как раз-таки сейчас ЦСКА подписывает бразильца, который на правый фланг, в том числе на правый фланг, то есть если будет на левый фланг, будет на правый фланг, И вообще, получается, будет бразильская защита, да? Будет Роша, Мозес и два бразильца по флангу. Возможно, и... И на Барке. А? Ну, на Барке всегда. Он в душе бразильца. Он всегда. Да. Да, ну, собственно, Федотов говорит о том, что, ну, по сути, он говорит о том, что команда выдохлась и уже ничего нет. И в конце, ну, они, на самом деле, это отскочили. Аганисян, очередной неплохой выход на замену. Удар в перекладину. Да. Действительно, то есть в этом матче даже вот молодые игроки, как раз мы говорили о том, что там рябно, но если не брать кубок, он неплохо выходил. В этом матче и Глебов, и Тороп, они выглядели, конечно же, ну, слабо. Тимур, у нас был спор по поводу отставок. Да. Никто не угадал, хотя ты считаешь, что так как ты был близко, ты выиграл. Не, я не так же. Подожди, я свел наш спор не так. Теперь уже, из-за того, что мы все проиграли, теперь у нас хотя бы между нами спор. Так же нормально? А кто-то Ерошко называл, кстати. Это Кузьмичев. Мне кажется, Нагучев. Кузьмичев тоже. А Кузьмичев ставил на Ташуево. Нагучев называл. Кузьмичев говорил про Ташуево, что пошел. Если Нагучев называл, это уже большой плюс. Да. Как известно. У нас в нашей группе ВКонтакте сейчас будет разыгрываться 50 тысяч фрибетов. Друзья, переходите по ссылке в описании в нашу группу ВКонтакте и пишите, кого уволят следующим. Если вы окажетесь первым, кто угадал, вы выиграете 50 тысяч фрибетов. Мне кажется, это очень... Шанс хороший. Хороший шанс. Сейчас я побегу, зарегистрироваюсь. Я близко сейчас угадал. Это везде, где только можно. Да. Ну и последний матч, о котором мы не поговорили, это парень Нижний Новгород-Ростов. Очередная сухая победа команды Сергея Юрана. Вообще... Шестое, по-моему, поражение Ростова на выезде. Да, но вот мне хочется сказать в очередной раз перед Кубковым матчем, я это говорил перед матчем со Спартаком, что Нижний очень хорошо обороняется, потому что, вот давайте посмотрим даже статистику этого матча, то есть у Ростова практически ничего не было. И Нижний Новгород занимает второе место по XG допущенным с игры, по ударам допущенным с игры и по допущенным ударам и штрафной. То есть понятно, что они играют без мяча, понятно, что они отдают инициативу и соперник крутится. Вот он великий гацук, что творит. Ну, слушай, они реально много выигрывают борьбы. Я не сучу, я серьезно говорю. Я серьезно говорю, что верхом они вообще ничего не правят. И это не в первой команде Юрана при всем там, чьем-то к нему скепсисе происходит. Об этом, мне кажется, нужно говорить. Давайте посмотрим, что сказал капитан Ростова Данил Глебов после этого матча. Тут, конечно, естественно, выделяется слово импотенция в атаке. Мне кажется, что мы по поводу этого, по поводу того, что Ростов хорошо выходит на чужую половину, дальше не знает, что делать, говорили на протяжении практически всего прошлого сезона. И статистика, если кто забыл, давайте ее посмотрим, она, собственно, показывала, что как раз-таки наши визуальные впечатления, они совпадают с реальностью. То есть у них, особенно, наверное, на флангах атаки не хватало игроков, которые умеют обыгрывать один-в-один, а остальные, что еще штрафы. В прошлом году понятно, что они набрали больше очков, чем это планировалось. И они вылазили за счет стандартов. Очень много очков были за счет стандартов. Глебов очень интересную мысль высказал по поводу того, что соперники начали встречать ниже. Давайте посмотрим тогда оборонительную статистику соперников Ростова на старте этого сезона. И выходит, что Глебов прав. То есть в данном случае, если мы смотрим на показатель PPDA, который так не любит Валерий Карпин, то есть в данном случае мы видим, что реально все показатели они стали хуже. В том плане, что соперники начали встречать ниже. И, допустим, PPDA выше в этом сезоне. Это означает, что соперники встречают ниже. То есть менее интенсивный прессинг. Но с другой стороны, понятно, что 6,30 туров это не совсем сравнимая история. Ну, посмотрим еще. Надо понимать контекст, с кем они играли. То есть они играли против факела. Они играли против крыльев. Команды, которые симпатичные, но команды, которые не ставятся высоким прессингом. Они сейчас играли против Нижнего Новгорода. И поэтому у них еще такие соперники, которые, по сути, всегда играют достаточно низко. Посмотрим, что будет на дистанции. Ну и последнее, что хочется по этой игре сказать, это цитата Сергея Юрана, который сделал лишь одно изменение в стартом составе по сравнению с достаточно плохим матчем с факелом. Естественно, это была замена вынужденная, потому что Виктор Александров схватил красную карточку. Вот за два дня на базу заехала команда. Насколько я понимаю, не совсем эта типичная история для Нижнего Новгорода и для Юрана. Слушай, посмотри. Получилось так, что он предпринял какие-то шаги, наказал их, и они... Стряхнул, да. Стряхнул, и это сработало. Обороны хорошие. Три очка взяли. Обороны хорошие, стандарты опасные. Ауты, вот мы помним, помнишь, разбирались с Зенитом, как Калинский два раза бил. Здесь опять Севикян перекладину. Ну, Севикян опять у них самый яркий игрок в атаке, и, возможно, возможно, и скорый трансфер куда-то будет. Ну, он действительно поражает. Ну, неплохо выглядит. Он сделал большой шаг вперед по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне. Потому что мы помним, что сначала там... Ну, он в Севико уверенно немножко еще почувствовал. Видишь, он выходит часто в основном составе. Для молодого парня это важно, что он потихоньку-потихоньку там чувствует, что он может, а вы бы говорили, что он неплохой. Вы бы говорили, что он неплохой. А Ростову надо, конечно, что-то придумывать на чужой полной поле, потому что понятно, что в обороне у них иногда просто катастрофа, индивидуальные ошибки. И этим отмечается даже Чернов, который очень опытный игрок. Но и в атаке, конечно... Конечно, то есть проблемы прошлого сезона, они продолжаются, но еще накапливается вот эта оборонительная неуверенность, нестабильность, в том числе Письякова. Хотя в этой игре он отразил пенальти. На этой неделе у нас будет фанбет Кубок России и их матч. Во вторник, да. Спартак-Динамо. Ну, ты согласен с тем, что Спартак фаворит? Ну, не такой. Ну, допустим, если бы я ли составил линию, я бы, честно говоря, поставил бы по 2,80 на обе команды и столько же на ничью. То есть для меня абсолютно тут трехисходка. Матч на трехисходке. Да, я думаю, он в принципе равный в данном моменте. Абсолютно равные команды, да. И здесь просто кому больше повезет. Но я не знаю. Мне почему-то кажется, что до серии пенальти эта игра дойдет. Спартак вообще куражный в Кубке. Ну, может быть. Не знаю. Что-то кажется, мне сейчас на них поблеск в глазах. Ну, только это с Эдерби. Знаешь, это как Дерби. Может, это так. Матч Кубка России. Ну, может, народ придет. Да, нету фанайди. Придет, может быть, народ и как-то народ погонит вперед. Ну, посмотрим. Обсудим этот матч отдельно. Ну, как-то с Зенитом народ пришел. Ну, да, согласен тоже. Уважаемые же люди приехали. Да, уважаемые люди приехали. Как мы выяснили, да. Ну, что? Я думаю, что на сегодня все. Обсудили чуть-чуть хотя бы, но все матчи. Да. И будем действительно смотреть за тем, что будет происходить дальше в Краснодаре, в Спартаке. Ну, матч Тура, да? Следующая. И помимо того, что это матч Тура, это очень интересные команды по последним неделям. Много изменений. И как будут реагировать тренеры на это. Это еще дополнительная интрига. Помимо статуса, собственно, этого матча. Тимур Гурская, Севастен Сирлицкий, Александр Дорский, Алексей Сафонов. Сегодня был у нас в гостях. Спасибо большое. Удачи. Спасибо, Алексей Александрович. И вашим клиентам. Но Сева всегда найдет до чего докопаться. Хорошо. Да. Всем удачи. Через неделю встретимся вновь. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok